здравствуйте это наше утро на телеканале унт с вами катерина лисеевич александр серебряников мы неспроста находимся в одном из самых живописных мест нашей белорусской столицы сегодня 26 и да и это дата навсегда вошла в историю минска ровно 50 лет назад в этот день он получил звание города героя это высшая награда ссср за выдающиеся заслуги мужества и героизм в борьбе с гитлеровскими оккупантами к юбилею мы подготовили совместный специальный эфир с мингородсполкомом сегодня мы полистаем историю героического прошлого не забудем про мирное благополучное настоящее нам в этом помогут наши друзья и коллеги из других городов героев а также известны артисты ученые представители городских властей и просто сами минчане и так наш минску достоин высочайшей чести наряду с 12 городами союза давайте вспомним какими именно и за что можно было получить такое почетное звание 22 декабря 1942 года президиум верховного совета ссср издал указ об учреждении медали за оборону ленинграда сталинграда севастополя и одессы через несколько дней на первой полосе газеты правда вышла новость об этом указе и впервые было использовано выражение город-герой а 1 мая 45-го верховный главнокомандующий иосиф сталин издал приказ о проведении первомайского салюта в столицах союзных республик а также в городах героях ленинграде сталинграде севастополя и одессе упоминание городов героев в официальном документе означало что образный оборот придуманный журналистом той статьи закрепился в языке однако само название город-герой появилась лишь спустя 20 лет традиция давать вот эти почетные наименования городам которые так или иначе себя показали проявили годы великой отечественной войны традиция непосредственно такого награждения городов героев началась с шестьдесят пятого года и всего такое почетное наименование получили получили 13 объектов включая это 12 городов и одна крепость брестская крепость герой главным критерием согласно которому города получали этот статус была историческая оценка вклада их защитников победу над врагом выделяется блок городов которые получили это звание прежде всего за оборону которую эти города держали в начальный период войны в частности это конечно же москва это конечно ленинград также выделяется блок тех городов которые не были захвачены противниками и как бы оборону эту выдержали и это ряд городов которые так или иначе тоже себя проявили например керчь новороссийск севастополь одесса также учитывалось участие населения в подготовке города к обороне в подпольной борьбе развития партизанского движения минск подходил по всем характеристикам но гордое звание в большей степени дали столице благодаря народному сопротивлению тогда активно действовали партизаны и подпольщики на счету которых было более полутора тысяч диверсий благодаря их дерзким и грамотным операциям оккупанты не чувствовали себя в городе в безопасности брестская крепость как отдельный такой пункт который в самом начале войны проявил себя в тяжелейших условиях велась оборона как известно на протяжении около месяца разной степени активности это почетное звание и при вот этом награждении значит городу давался орден ленина и медаль золотая звезда эти награды прикреплялись к знамени города по указу также предполагалось что будут установлены обелиски городов-героев в каждом городе кому это звание давалось всего почетного звания были удостоены 12 городов бывшего советского союза и брестская крепость в 1988 году практика присвоения звания была прекращена постановлением президиума верховного совета ссср юбилейное присвоение минску звание города герой отмечают и в других городах удостоенных этой чести да и сейчас с нами на связи легендарный город-герой севастополь доброе утро коллеги доброе утро на связи город-герой севастополь самые теплые приветствия минску с черноморского побережья с приморского бульвара где еще в царские времена располагалась одна из каменных батарей защищавших ход севастопольскую бухту и откуда сейчас прекрасный вид на равелин и сохранившийся на северной стороне в 19 веке туда перешли защитники города после 349 дней обороны против англичан французов и турок но в 20 веке севастополь снова в осаде 250 дней советские войска удерживали главную базу черноморского флота фашистов уничтожали уже бронебашенные батареи сражалась армия флот жители всего города во время осады потери немцев убитыми и ранеными 300 тысяч человек и отдельная история освобождения города ровно за год до великой победы городом героем севастополь назван в первомайском приказе верховным главнокомандующим сталином в 1945 году то есть еще во время войны поздравляем минск с 50-летием присвоения почетного звания город-герой вам слово спасибо огромное но мы предлагаем вспомнить конечно же невероятную историю потрясающего и овеянного наверное невероятными подвигами черноморского порта в севастополе война началась раньше чем в большинстве городов советского союза 22 июня ровно в 3 часа 13 минут вражеская авиация на парашютах сбросила на город новейшие магнитные мины весом почти тонна каждая фашисты стремились закрыть выход из севастопольской бухты и уничтожить корабли черноморского флота но их план провалился первый боевой приказ великой отечественной открыть огонь по немецким самолетам отдал начальник штаба флота контр-адмирал иван елисеев для белорусского художника святослава фидоренко история этого города личная именно здесь в войне участвовал его отец выходили блокады отряды налетели самолеты стали бомбить вот он стрелял с пулемета но к сожалению был ранен смертельно на севастополь была брошена одна из лучших армий вермахта под командованием эриха фон манштейна он рассчитывал взять город маршем коротким ударом несмотря на значительное превосходство немецко-румынской группировки взять севастополь сходу не удалось на защиту стали горожане курсанты и моряки лидер был очень известный корабль он вывез порядка 80 тысяч севастопольцев из окруженного севастополя на большую землю привозил туда войска снабжение провизию благодаря чему город выдерживал большую большую оборону обороны севастополя именно во время 42 году она своими действиями очень сильно тянула силы фашистов на это направление и ослабила удар и под москвой битва под москвой и в других направлений тяжелые бои развернулись в июне 1942 года когда гитлеровцы провели третье массированное наступление у защитников севастополя боеприпасов уже не было под непрекращающимися бомбежками с воздуха наши войска были вынуждены оставить город 3 июля гитлеровцы захватили севастополь но бои на окраинах продолжались еще девять дней если оборона севастополя длилось 250 дней то освобождение заняло считанные дни помню мои старшие товарищи более года защищали город севастополь если мы вернемся к 44 году фашистам только смогли удержать город трое суток когда моряки взяли вернули свою базу севастополь был освобожден ровно за год до победы 9 мая 1944 года население города русской воинской славы за годы войны сократилось со 114 до трех тысяч позже будет подсчитано на каждый квадратный метр севастопольской земли приходилось полторы тонны металла снарядов и авиабом я севастополец в третьем поколении родился в городе герой севастополя он уже как раз во время моего рождения был награжден именно звездой шестьдесят пятом году историю севастополя знает каждый школьник у нас в школе во всех школах города есть даже такой замечательный урок называется севастополеведение город начал развиваться он был полностью разрушен был заново практически весь отстроен в 50-м году уже он закончена была его реконструкция это стал белый красивый город очень много архитекторов над ним работало для миллионов людей во всем мире севастополь стал символом мужества твердости духа и безграничной любви к родине в знаковый для минска день присвоения ему звания города героя мы ведем эфир из самого центра нашей столицы здесь ее история встречается современностью кстати здесь раньше был проспект машерова а до этого парковая магистраль и сегодня мы конечно же ждем и много интересных гостей и сейчас с нами заместитель председателя мингу респолкома андрей строгельский андрей валерьевич доброе утро с праздником сейчас самое время наверное поздравить всех минчан и всех гостей столицы вы знаете конечно особый день сегодня с одной стороны это большой праздник потому что 50 лет назад минск получил статус города героя за тот большой вклад который внесли минчане жители нашего города великую победу за массированное партизанское движение за наш героический подвиг подпольщиков которые сражались с врагом с другой стороны это конечно и немного грустная дата безусловно скорбная потому что мы все-таки помним у тех павших героев которые сложили головы за нашу победу которая ценой своей жизни до бой добыли нам эту победу и вот 50 лет назад город минск обрел вот эту знаковую большую награду который безусловно до настоящего времени каждый минчанин гордится я вот не случайно вначале сказала что это и гости столицы и для них сегодняшний праздник потому что это знаковая дата для всей нашей страны для всех белорусов безусловно столица это место где проходят самые важные культурные исторические события вот буквально через неделю мы ждем день независимости главные государственные праздника именно здесь пройдет и парад вот приоткройте немножечко может зовется тайны что нас ждет множество мероприятий готовится к дню независимости республики беларусь вы абсолютно правильно сказали что это главный для нас праздник день освобождения нашего города и республики беларусь конечно в этот день очень хочется отдать дань памяти дань уважения и людям которые сражались за нашу победу и безусловно с оптимизмом мы смотрим в будущее радуемся мирному светлому небу над головой и центральным мероприятием в этот день будет безусловно военный парад который вот прямо здесь за нашими спинами будет проходить это традиционно демонстрация военной техники вооружений это демонстрация наших военнослужащих курсантов военных учебных заведений в общем того военного потенциала который направлен сегодня на оборону защиту нашего государства и после окончания военного парада жителей минской гостей ожидает большой театрализованный эпизод 80 победных лет это шествие мирное шествие которое продемонстрирует нам основные достижения республики беларусь за вот эти послевоенные годы достижения в промышленности в культуре в спорте в науке во всех отраслях народного хозяйства в общем то чем наша страна гордится и то чем наша страна смело идет в будущее ну вот согласитесь только храня мы наверное при умножаем вот сегодня минск он такой красивый он обновляется он отстраивается а как сохраняются исторические объекты может быть какие-то реконструкции планируется в ближайшие годы несмотря на такую разрушительную историю несколько раз мы знаем об этом город был уничтожен практически до нуля и его приходилось отстраивать заново в том числе и в период великой отечественной войны вы знаете насколько был разрушен наш город конечно он богат своим историческим прошлым и то историческое наследие которое мы имеем мы безусловно сохраняем приумножаем бережем вы правильно отметили что сегодня в городе проводятся масштабные работы по реконструкции исторического центра это верхний город это раковское предместие где сегодня проводятся вот такие восстановительные работы это еще множество знаковых памятных места вообще наш город насчитывает более 500 историко-культурных ценностей да и некоторые из них имеют всемирное значение вы знаете об этом тоже наверняка наш театр опера и балета наш архитектурный ансамбль проспекта независимости это те памятники которые по праву занесены вот в книгу таких наиболее значимых объектов культурного наследия всего мира поэтому и минчан и гостей столицы мы приглашаем наш исторический центр где множество мероприятий проводится я думаю о них еще в том числе проводится да и культурный вечера у ратуши мы знаем что это уже традиция ваш столицы вот какие не в этом году знаете вот мы в этом году отмечаем десятилетний юбилей культурно-туристического фестиваля нашего который ежегодно проводится верхнем городе и вечера у ратуши это одна из составных частей вот этого большого культурного марафона это классическая музыка это лучшее исполнители это лучшие наши коллективы оркестровые более 20 коллектива в течение всего лета продемонстрируют свое творчество там на главной сцене у ратуши кроме того вы знаете что в верхнем городе мы проводим и несколько иных тематических площадок это и площадка где уличные музыканты демонстрируют свое творчество для минчан и гостей это и площадка которую мы отдали нашим молодежным театральным коллективом студенческим коллективом вот эти театра театрализованные постановки проводятся в течение всего лета у ратуши и собирают большие аудитории вызывают большой интерес у минчан и у гостей андрей валерьевич еще очень много вопросов хочется поговорить и про туристический потенциал нашей столицы может быть даже немножечко личным если позволите но чуть-чуть позже сейчас мы ненадолго прервемся не переключайтесь у каждого в минске есть места силы точки вдохновения или просто приятные воспоминания связанные с улицами парками и дворами и сегодня мы приглашаем на прогулку известных людей популярных артистов чтобы узнать куда же хочется возвращаться снова и снова да и сейчас с нами поделятся своими секретами столицы заслуженная артистка республики беларусь алена ланская добро пожаловать в заказник лебяжий тихий уголок такой чистый природы в шумном мегаполисе друзья посмотрите какая красота вы согласитесь как же это красиво мы находимся с вами сейчас недалеко от центра в минска эта территория еще самого города это заказник лебяжий одно из самых любимых моих мест я не могу сказать что я прям очень часто сюда приезжаю но если мне надо перезагрузиться если мне надо немножко расслабиться то конечно я приезжаю сюда это место она ассоциируется у меня еще с моим детством потому что когда я была маленькая я проводила свое детство в деревне у меня была возможность ходить на рыбалку наслаждаться красивейшей природой чувствовать свежий воздух и наполняться этим свежим воздухом ведь в этом есть жизненная сила я помню эти воспоминания не меня греют еще можно насладиться здесь и понаблюдать за жизнью птиц таких как чайки и лебеди утки скажу так что я наблюдала за жизнью лебедей я видела как они здесь зимовали как они встречали весну а потом я увидела как у них появились детки это увлекательное зрелище как они с тайкой родители плывут и за ними серые малыши как они их учили добывать еду заказник лебяжий это мое любимое место куда я приезжаю восстанавливаться отдыхать это мое место силы наше утро телеканал унт 26 июня особенная дата для белорусской столицы в этот день полувековой годовщины присвоение звания героя минску об этом наш совместный проект с мингородсполком да и сегодняшний цветущие такой растущий мегаполис не был бы таким если бы не героизм его защитников года великой отечественной даже полу разрушенный и захваченный город не сдался врагов как жили и как боролись минчане с года оккупации где находили еду где информацию и почему руины не прекращали стрелять об этом в нашем сюжете гитлеровский орел закрыл крыльями минск 28 июня 41 начались тяжелые 1100 дней оккупации нацисты установили свои правила комендантский час отдельные магазины и больницы для немцев и минчан у нас в городе были рынки центральным рынком и конечно являлся и суражский рынок тоже в недалеко от железнодорожного вокзала комаровский рынок червенский рынок вот они были такими основными и несмотря на запреты потому что для того чтобы продать на рынке необходимо разрешение оккупационных органов если у вас нет такого документа вы нарушаете порядок столице бсср немцы даже построили для себя кинотеатр а материалы для него привезли из германии это был ход пропаганды мол в белорусской столице возвели место немецкого духа кинотеатры должны также иметь свою но в свое назначение это для немецкий солдат это для солдат вермахта а этот например для гражданского населения немцы использовали минчан как раб силу сгоняли на расчистку улиц после бомбежек приказали им вернуться на рабочие места и даже создали биржу труда но все что производилось одежда посуда отправлялась в германию немцы почти все занимаются мордобоем понукают рабочими как скотом из донесений в белорусский штаб партизанского движения о ситуации на обувной фабрике и хоть фронт находился далеко от минска война там все-таки велась информационная видимо это понятие появилось не сейчас немцы активно распространяли фейки например что минское подполье работает на самом деле на германию и сдает тех кто к нему присоединился важную роль играли такие фашисты как тот же самый козловский который был редактором белорусской газеты наталья арсеньева играла очень большую роль вот это автором могутного божья по совместительству жена франца кушаля там было целое пропагандистское бюро которое вот эти моменты все определяла поэтому но все-таки на первое место среди всех по таланту и воздействию я бы поставил козловского и поставил бы адамовича но люди все равно верили советским сводкам в своих документах сотрудники с дописали что советская пропаганда выглядит более убедительной для местного населения радиостанция советская беларусь заговорила лишь первого января 1942 года в москве откуда тогда до этого времени жители оккупированного минска получали последние новости ответ прост из подпольных и партизанских газет была такая газета витебский рабочий это шикарная газета эпохи оккупации вилейская правда она тоже выходила как подпольная газета таких газет можно перечислить могилевские подпольные типографии существовали партизанских зонах и издавали все эти газеты вот эти газеты эти листовки они были очень важным моментом запечатное слово также убивали и расстреливали рискуя свою жизнью подпольщики распространяли эту информацию наклеивали на тумбах афиш распространяли любыми доступными способами для максимально полного охвата людей за антисоветскую пропаганду в минске отвечал антон адамович стоит сказать что он избежал наказания за свои преступления бежал в сша где и умер в 1998 году а вот козловскому или козловщику как его называли уйти не удалось его смогли ликвидировать партизаны да и вообще фамилий нацистских прихвостней много они и сегодня дают о себе знать сносят памятники советским воинам освободителям поднимают знамена новых героев прикрывают и аплодируют выжившим нацистским преступникам я у хороших очень таких нормальных приятельских отношениях с ректором илёвского университета денисом доком а он сын партизан то есть отец его партизан его подростка и денис его спросил когда сам стал историком почему он пошел почему он пошел взял в руки оружие а он батька и очень просто все объяснил он и с друзьями увидел как немцы убивали евреев как они уничтожили собрались 14-15 летние пацаны и сказали мы следующий вот как реалии кровавые убийства и уничтожения людей действовали на позицию нах наших людей и на полное недоверие по все то что происходило вот поэтому не и и и скажем поражение немцев под москвой катастрофа под сталинградом приводила только к одному к еще большему укреплению доверия ну ну в и вере в то что объективная информация содержится именно в советских периодических изданиях но не нацистских и не пронацистских нацисты хотели превратить минск в центр убийства людей со всей европы но город не склонился перед гитлеровским орлом и героически выстоял все тысячу сто дней и ночи оккупации это наше с вами утро и сегодня столица отмечает пятидесятилетие с момента присвоения и звания города-героя да и прямо я здорово сейчас с нами на связи один из древнейших городов это город керчь доброе утро коллеги доброе утро приветствую минск на связи город-герой керчь мы находимся на вершине горы метридат самом центре города и неспроста именно на этом месте одиннадцатого апреля 1944 года была установлена первая на территории крыма красное знамя победы с тех пор этот день считается днем освобождения гордо-героя от немецко-фашистских захватчиков к сожалению линия фронта через керчь проходила многократно город пережил две оккупации и встречали освободителей по разным данным всего около десятка человек но это не помешало керчанам сплотиться и уже восьмого октября 1944 года здесь на вершине метридата был построен и первый на территории советского союза памятник в честь героев освободителей вы только представьте по всей земле еще шла война а здесь уже выселся белоснежный 24-метровый обелиск в память о тех кто ценой своей жизни ковал великую победу здесь же в керчью были написаны и самые героические возможно самые трагические страницы истории великой отечественной чего только стоит оборона джамушкайских каменоломен около полугода без света солнца воды еды травимые газами под постоянными бомбежками местные жители вместе с солдатами подземного гарнизона не просто укрывались они вели настоящую партизанскую войну здесь же в керче на территории поселка эльтиген ныне героевская высаживался один из самых героических десантов керченской эльтигенский собственно он и положил начало освобождения всего полуострова и конечно же за все эти заслуги наш город был удостоен звания города героя 14 сентября 1973 года наш город получил орден ленина и золотую звезду в прошлом году мы отметили 50-летие более 150 солдат и командиров и генералов были удостоены звания герой советского союза именно за военные действия за освобождение нашего города сегодня город герой минск празднует такую же дату мы поздравляем вас с этим знаменательным событием с этим с этим юбилеем город герой керчь передает приветы и желает вам дальнейшего процедания спасибо большое коллеги но мы продолжаем и предлагаем вспомнить несколько интересных фактов из военной истории этого города тем более что ее защитников защитникам керчей удалось сорвать абсолютно все планы фашистов по захвату кавказа несмотря на то что керчь была практически полностью стерта с лица земли как и минск керчь была одним из первых городов попавших под удар в начале войны через город четырежды проходила линия фронта дважды он был под оккупацией героев в боях за керчь было немало но город до сих пор помнит самого младшего из них 14-летнего володю дубинина штабом сопротивлений партизанским лагерям одновременно во время первой оккупации стали аджимушкайские каменоломни володя с двумя друзьями пролазил в узкие щели и приносил своему командованию ценные сведения о враге даже однажды спас в общем-то всех партизан которые там находились предупредил что немцы будут затапливать эти как каменоломли он об этом узнал буквально у него несколько часов оставался просто на виду немецких патрулей он сумел проникнуть так рискуя жизнью в эти каменоломни предупредить партизан и они успели построить внутри каменоломни под плотины которые защитили там вода доходила до пояса но не до горла то есть в любом случае то есть им удалось таким образом спастись в обязанности юных партизан входила не только разведка дети подносили взрослым боеприпасы помогали раненым и выполняли другие задания командира сам володя дубинин умело вводил за нос немецкий патруль проскальзывая мимо них а еще с точностью мог запомнить численность нескольких вражеских подразделений находящихся в разных местах однажды мальчик нашел медаль за трудовую доблесть и прикрепил ее себе на рубашку и тут же услышал но это ведь не твоя награда такую медаль надо заслужить а ты еще маленький вот увидишь каким я стану подросток добровольцем вызвался помогать и сапером красной армии но это задание стало для него последним на мине подорвались четыре сапера и володя дубинин посмертно он был награжден орденом красного знамени штурм каменоломен все еще продолжался немцы заваливали входы трупами забрасывали катакомбы с зажженными газовыми шашками но даже в таких условиях защитники каменоломен продолжали сражаться всем народом советского союза мы защитники обороны керчи задыхаемся от газа умираем но не сдаемся 170 дней и ночей сражались врагом гарнизоны больших и малых каменоломен в конце октября 1942 защитники подземной крепости дали свой последний бой тех кто остался в живых расстреляли или отправили в концентрационные лагеря освободили керчь от фашистов 11 апреля 1944 года на 85 процентов керчь как и минск минск на 90 процента на 85 процентов керчь была разрушена ходе войны момент освобождения там 80 человек осталось вот всего лишь то есть от стотысячного города практически никого не осталось очень многие погибли а вот в ходе оккупации 14 тысяч человек были вывезены насильно в германию аджимушская оборона вошла в историю великой отечественной как одна из наиболее героических и одновременно трагических ее страниц керчь почти полностью стерли с лица земли за 700 дней оккупации города фашисты разрушили фабрики сожгли мосты и суда парки и сады уничтожили электростанцию и телеграф взорвали железнодорожные линии на полуострове за героизм мужество и стойкость которой проявили защитники города 14 сентября 1973 года керчь получила звание город-герой современные удобные просторные таким мы видим наш минск сегодня но у него есть и трагические воспоминания они связаны с историей в годы войны город был почти полностью разрушен белорусская столица сумела восстать из пепла обновленной мощный импульс развития минск получил уже будущее столицей суверенной беларуси и конечно же столица вот за три десятилетия выросла невероятно до хранить прошлое беречь культуру применять высокие технологии такой путь был выбран и развитие продолжается за многовековую историю минск 18 раз сгорал дотла и снова возрождался но пожалуй самые страшные испытания на его долю выпали в годы великой отечественной восстановление столицы отдельная глава послевоенной истории тогда уцелела лишь 20 процентов зданий среди них оперный театр дом офицеров и дом правительства уникальная была стройка огромный проект прекрасная архитектура которая придавала минску тот именно столичный статус даже сейчас гости столицы которые приезжают их удивляет что в 30-е годы в минске было сооружено вот такое здание осмелюсь напомнить что здание строится вручную фактически без использования экскаваторов экранов это огромный был труд рабочих минска по и не только на рабочих минска по возведению вот этого огромного здания которое сейчас украшает нашу столицу пересечения улицы карла маркса и комсомольской это один из самых красивых уголков столицы и сегодня часть главного архитектурного ансамбля отсюда началось строительство города мало кто знает что восстановление уже шло когда война еще не закончилась улицу советскую нынешний проспект независимости возвели всего за пять лет конечно жалко какие-то здания которые оставались еще с предыдущих периодов но так наверно распределилась история что минск вот его центральная часть это уже новый архитектурный облик хотя минск конечно может похвалиться и своим историческим наследием и тем что удалось минске сохранить верхний город как тоже достаточно целый ансамбль сохранившись еще с 16 18 веков в 1950 официально заявили что минск восстановлен но строительство продолжалось и пусть этот путь был нелегким сейчас можно уверенно сказать что это было не зря основной импульс развития минск получил в суверенной беларуси исторические спортивные культурные объекты жилой застройки то чем минск гордится сегодня обновленный национальный олимпийский стадион динамо спортивное сердце белорусской столицы его построили еще до великой отечественной реконструкция началась в 2012 году и продолжалась в шесть лет стадион динамо после реконструкции проник планировалось строить чисто футбольным стадион и ориентировочно намечалось количество зрителей порядка 45 тысяч через некоторое время где-то через месяца четыре полгода приняли решение не строить футбольный чисто стадион а строить чисто уже олимпийский стадион с меньшим количеством зрителей было уже ограничение жестко это сохранить существующую наружную историческую стену следующие условия для проведения международных соревнований все не все а где-то порядка 40 процентов зрительских мест должны быть накрыты навесом то есть вот уже глобально два решения которые определяли архитектуру рожденный среди руины пепла в только что освобожден на минске музей вов гостеприимно встречает всех неравнодушных к истории великой отечественной и второй мировой войн по инициативе президента беларуси было принято решение создать для музея новый комплекс с увеличенными экспозиционными залами и современными техническими возможностями стеклянный фасад в котором отражаются облака отражаются деревья парка победы и символизирует вот нашу мирную жизнь фасад войны с наклоненными стенами показывая трагедию войны вас это интересно описано существующий реех и при всей своей масштабности здание не конкурирует с парком победы а работает именно в комплексе парком победы которые тоже представляют собой интерес как объект ландшафтной архитектуры сегодня возрожденный город герой знает цену мира и спокойствия помнит имена освободивших его героев и тех кто создавал новый облик столицы это то чем мы можем и должны гордиться мы снова на высоте отсюда открывается просто отличный вид на стелу минска город герой которая напрямую связана с сегодняшним праздником нашей столицы говорим о любимом городе с представителем его администрации сегодня с нами заместитель председателя мингород исполкома андрей стригельский продолжим андрей валерьевич вот минск безусловно любим туристами что нового какие планы на этот туристический сезон знаете минск обладает таким уникальным туристическим потенциалом во первых мы создали богатую и современную инфраструктуру которая привлекает безусловно туристов в минске более 50 гостиниц мы одновременно можем принять порядка 20 тысяч туристов разместить их в хороших комфортных условиях минск сегодня богат и объектами общественного питания множество кафе ресторанов и их количество множится год от года мы гордимся и тем что наши кафе и рестораны предлагают сегодня уникальную белорусскую кухню нашим туристам ну и конечно минск это культурно-историческое наследие минск от те объекты которые стоит посетить которые стоит посмотреть а самое главное что минск очень привлекателен своим событийным туризмом мы проводим множество мероприятий посещая которые наши гости имеют возможность одновременно и ознакомиться с нашим городом понять насколько он комфортен насколько он чист уютен мы полюбить его безусловно что нового во первых мы приглашаем всех гостей мы об этом уже начали говорить на культурно-туристические вечера верхний город это центральная площадка для туристов кроме тех проектов о которых мы поговорили этой вечера у ратуши это и фестиваль уличных музыкантов и фестиваль театра театров молодежных мы приглашаем на наших туристов на концертной площадке в течение всего лета площадка у дворца спорта площадка верхнем городе будет изобиловать творческими выступлениями лучших минских детских молодежных и профессиональных коллективов я думаю что вот музыка хореографическое искусство это то что особенно вечернее время привлекает наших туристов дарит им положительные эмоции позволяет раскрыть потенциал нашего города но и те знаковые объекты которые сегодня с удовольствием ждут гостей множество новых спортивных объектов в городе минске наша национальная библиотека порядка 30 музеев кстати мы проводим абсолютно бесплатные обзорные экскурсии по городу минску по верхнему городу приглашаем наших туристов выходные дни с удовольствием познакомим их с нашим любимым минском знаете о чем я сейчас подумал вот я вроде бы живу в минске да вот мы рассказываем для туристов а я сама хочу посетить многие места еще очень много всего не видела и много где еще не было это прекрасная возможность кажется для всех белоруссов и для минчан в том числе поближе познакомиться с родным городом вот кстати о родном городе вы не так давно занимается новую должность хотя в минске вы работаете давно какие планы у вас на новую такую профессиональную стезю я сам минчанин родился в минске учился в минске получал образование конечно вся моя профессиональная деятельность связана с нашим городом поэтому этот город я люблю как никакой другой он для меня родной и безусловно это город который удивляет каждый день что касается профессиональных планов безусловно сфера деятельности очень широкая это социальная сфера нашего города работаем в сферах образования здравоохранения культуры физической культуры спорта социальной защиты в общем социальная сфера это то направление которое прямо связано с удовлетворением основных жизненных потребностей каждого человека поэтому вся моя работа на это направлена на решение проблем жителей города минска много задумок много идей я думаю что нам совместно с руководством города и с коллегами удастся их реализовать во многих сферах касающиеся моей работы андрей валерьевич я не могу не спросить как у коренного минчанина из какого вы района в таком случае я из октябрьского района там прошло мое детство там я заканчивал школу какая школа это 119 школа в микрорайоне курасовщина и вы знаете до сих пор это мой любимый уголок в нашей столице к сожалению сейчас приходится там реже бывать но всегда с удовольствием его посещаю навещаю отмечаю те изменения которые происходят в октябрьском районе в целом связи с застройкой со строительством нового многофункционального комплекса минск мир появились знаковые объекты в октябрьском районе появился замечательный парк благоустроенный горнолыжный центр солнечная долина в общем мой родной район где я провел все свое детство живет расцветает становится ярче краше и это не может не радовать да как и вся наша столица сегодня праздничная столица спасибо вам большое за то что нашли время сегодня утром с нами встретиться благодарю что снова я напомню нашим зрителям что с нами побеседовал андрей остригельский заместитель председателя минградсполкома и мы продолжаем наш праздничный эфир мой родный минск под небом жараулином живи и квитней под зоркой золотой эту песню виктора у яичича услышала вся страна в год десятилетия присвоения белорусской столицы звания герой а еще через год наш город обрел и один из главных своих символов так стела на проспекте победителю ты сегодня остается центром проведения важных торжеств кстати 3 июля пройдет парад это тоже очень здорово но сегодня мы предлагаем узнать больше об архитектурно-скульптурном комплексе минск город-герой служили два товарища и сегодня у них редкая встреча архитекторы кромаренко и евсеев две фамилии из творческого квартета отцов обелиска минск город-герой они вписали его в столичный ландшафт в 1985 к сорокалетию великой победы и сегодня у подножья каждый из них один на один со своим героем сформировался последний коллектив самый ответственный на последних этапах и естественно что в творческих коллективах как и виктор владимирович сказал есть участвуют архитекторы со своими мнениями со своими вкусами и они значит всегда пытаются в коллективе продвинуть этот свой свою идею вот ну у нас это прошло без особых разногласий прошло и в конце концов вот вы видите что получилась такая вот такая работа довольно довольно интересная в 1974 минск надел золотые погоны города героя и тогда же появилась идея увековечить этот статус в бетоне но в вопросе как должен выглядеть один из символов героизма белорусского народа споров не было форму штыка выбрали сразу когда мы создавали образ обелиска ну во первых мы отошли от каких-то канонов стандартов потому что эти каноны они расписаны в энциклопедиях и так далее вот и мы решили создать такой собирательный интегрированный образ в котором угадывается и военная атрибутика это пусть им штык какие-то ассоциации с этим есть это знамя как ассоциация со знаменем ни в коем случае нельзя говорить что это знамя потому что это только такие далекие ассоциации ну и кроме того вы видите что здесь создан такой торжественный строй который говорит о победе была мысль прописать обелиск на бульваре толбухина но место оказалось камерным тогда остановились на пересечении проспектов машеровой победителей до начала строительства холм на котором и возвышается монумент был ниже его пришлось подсыпать этот ансамбль является как бы входом в парк победы поэтому на все все подходы вот по проспекту победителей ведут от центра к этому входу по на площадь на нижнюю площадь и естественно подъем к обелиску торжественным ходом по лестнице по нашей вот этой широкой подход к обелиску к подножию архитекторы равнялись на другую застывшую музыку монумент победы и золотую звезду закрепили не наверху обелиска они же как на груди солдата героя славу это рабочее название обелиска возвели за год говорят его высота 45 метров но это не так на самом деле 47 еще один миф символ столицы сделан из гранита в основе этой архитектурной величины бетон это очень важный масштаб в архитектуре важная такая деталь потому что можно сделать обелиск который будет пропадать исчезать в этом громадном пространстве помогла нам пожарная вышка в то время была при приобрели пожарники вышку 50 метровой высоты мы ее поставили на вершину этого холма и вышка потихонечку по нашей команде поднималась мы ходили здесь по периметру и рассматривали все точки и остановились на отметке 47 метров это та высота которая самоштабно этому пространству здесь и звук застыл в бронде родина мать сотворение скульптора занковича в руках ее сестер в волгограде и киеве меч у нашей матери три фанфары они трубят о великой победе той самой за ценой которой никто не постоял это наше утро мы сегодня ведем наш эфир из одного из самых знаковых мест наверное белорусской столицы повод более чем значительный 50 лет со дня присвоения минску звание город-герой вспомним славное прошлое заглянем в обозримое будущее пригласим на связи и другие города с таким же почетным статусом и сейчас нами на связи из российской столицы наш московский корреспондент светлана корольская доброе утро москва к ворот минск здравствуйте коллеги привет и поздравления городу герою минску из города героя москвы как и белорусская столица главный город россии получил свое звание не сразу после войны официально героем москва стала лишь спустя 20 лет после победы и удивительным образом этому поспособствовала беларусь и брестская крепость вернее писатель и фронтовик сергей смирнов 8 мая 1965 года столица ссср получила звание героя орден ленина и медаль золотая звезда в один день с нашей брестской крепостью а ведь для захвата москвы вермахт разработал целую операцию тайфун для гитлеровских генералов это была и стратегическая символическая цель стратегическая потому что здесь производилась 22 процента всей промышленной продукции от 40 до 70 процентов станков автомобилей самолетов танков но и присущий гитлеровцам символизм берлине были уверены что с падением москвы политического и идеологического духовного центра сопротивление ссср будет сломлено советское руководство вероятно частично разделяло эти мысли поэтому город активно готовили к обороне нам очень тяжело не отметить подвиг москвичей защитников столицы потому что у нас в музее победы есть отдельная экспозиция посвященная битве за москву и мы там подробно рассказываем и об ополченцах то есть людей которые добровольно встали на защиту города рабочих заводов которые трудились в городе под обстрелами под армии германии который подступает к стенам города про обычных жителей которые тушили бомбы зажигалки на улицах которые работали с детьми которые в городе оставались тоже отдельно важная тема медсестры и многие многие другие организация войск на подходе к столице была поручена командующему западным фронтом георгию жукову он был не единственным творцом первого значительного успеха красной армии но фигурой одной из основных точно до конца жизни сам маршал считал оборону москвы своей главной битвой даже в своем интервью с константину симонову говорил что битва за москву это самое запоминающиеся так как это была первая крупная операция как этот центр нашей был центр столицы которые нужно было отстоять и если вы помните то когда проходил парад 7 ноября 41 года было же неизвестно он пройдет или не пройдет и это все было под ответственность жукова сталинова вызвала спрашивал ты отстаешь наш город сказал отстаю парад проводить можно летчики и зенитчики так четко прикрывали небо что ни один немецкий самолет не долетел во время парада до красной площади а ведь немцы стояли всего в 70 километрах участники того марша сразу же уходили на фронт ставший уникальным по своей значимости парад не только поднял дух армии но и стал символом мужества и несгибаемости духа защитников родины не зря в москве каждый год проходит реконструкция того исторического события когда не памяти павшим и дань уважения выстоявшим тем чьи имена навечно в золоте в том числе и московской звезды города героя 60-летие своего высшего геройского звания москва отметят уже в будущем году накануне восьмидесятилетия общей победы всего в россии 9 городов героев сейчас здесь традиция продолжается присвоением звания город воинской славы его вручают за массовый героизм мужество и стойкость при обороне таких городов по всей стране почти 50 ну и ровно пять лет назад россии появилось еще одно почетное звание город трудовой доблести как дань памяти труженикам тыла коллеги спасибо огромное светлана мы продолжаем напомню что спец выпуск нашей программы телеканал унт он совместный с мингородсполкомом и конечно же посвящен нашей замечательной любимой нами всеми столицы города герою минску с нами с вами на связи катерина алисеевич александра серебренников конечно не переключайтесь мы ждем новых гостей будет очень интересно вот согласитесь тот вид который сейчас открывается за нами как раз таки отражает благополучие статус и скорость развития нашего современного минска это издание и дороги и зеленые зоны и организация движения все это сделано по последнему слову городостроительства сейчас сложно себе представить но практически в этой локации в годы войны располагала самое страшное место в европе минское гетто по моему самое время поговорить об истории да вот как раз таки накануне наша коллега татьяна рудаковская встретилась с председателем постоянной комиссии палаты и представителей по образованию культуре и науке игорем морзаляком игорь александрович с праздником я думаю что сегодня можем всех мячан поздравлять с праздником потому что 50-летие присвоение нашей столицы звание минск город-герой это праздник всех мячан и гостей столицы я так думаю вы знаете но тем не менее инициатива присвоить городу этот статус прозвучало еще в июле 45 но не состоялась только через 30 лет почему слишком много было участников всех событий меня скажу так мягко не акцентирую внимание на каких-то деталях и были весьма противоречивые подходы в этом плане но заявляли что какой смысл давать город герой городу который так быстро был взят немецкими войсками допустим так вот одна из таких версий было до а там были очень большие споры о минском подполье значит ну было мягко говоря миф мифологизированы и такие инсинуации уже о том что чуть ли не все это подполье это большой миф и она фикс и якобы она контролировалась там чуть ли не с первых моментов создать ее создание там немцами разведкой немецкой абвером sd но это все неправда на самом деле и на самом деле то что мин стал городом героем это не просто какой-то подарок глубоко убежден том что это акт исторической справедливости потому что на самом деле минское сопротивление и отпор который давали нашей столице врагу на протяжении всего периода великой отечественной войны является этому ярким подтверждением на самом деле работа и минского подполья минских подпольщиков и активнейшее участие жителей столицы и и скажем так во всех тех событиях связанных с партизанским движением спрос с антинацистским сопротивлением белорусского народа свидетельствует о том что город этот статус заслужил послушайте на люди же жили вот если сравнивать с масштабом дня сегодняшнего по сути в информационном вакууме да вещала радиостанция советская белоруссия 42 года до распространялись листовки до выходили какие-то подпольные газеты но мне кажется это такой мизер в сравнении с количеством людей да и делаешь не ими как раз дело в том что когда мы говорим о пропаганде и контрпропаганде а в тех условиях когда мы говорим о сми как она как вражеских нацистских так и тех кто просто я противостоял это безусловно пропаганда и контрпропаганда так вот есть закрытые документы бывшие закрытые документы немецкие sd немецкого где они оценивают немцы очень большое внимание придавали пропаганде пропагандистской работе через контролированные ими при да с мигов которых вы сидели наши коллаборационисты предатели они проводили информационные часы были группы политинформаторов как в минске так и за пределами минска именно соответствующие чиновники генерального комиссариата белоруты не контролировали как и что говорить каждое слово контролировалось в том числе и жесткая была цензура и эта пропаганда была весьма эффектно поставлена немцы в этому знали толк но вместе с тем был же закрытый анализ для себя и для своих там где в не врут в документах так вот начиная начиная со второй половины 42 года ну эта ситуация так и не поменялась до конца оккупации немецкие спецслужбы которые контролировали все эти нюансы с неудовольствием для себя констатируют что контр пропаганда врага в данном случае подпольщиков партизанского движения беларуси всех тех кто противостоял им беларуси перебивает их по качеству по контенту если употреблять нынешние слова и они пишут что противник более эффективно воздействует население и лояльно настроенных групп населения становится все меньше и меньше следует честно признать я практически на память ситиру один из документов следует честно признать что сегодня большинство нас не поддерживает они регулируют они не просто они дело в том что мы должны просто понимать что немцы отлично понимали что воздействует на массовое сознание это и сми этой школы и это и инструментальное использование каких-то национальных праздников националистических нарративов в беларуси белорусских в литве литовских это апелляция к русскому фашизму и русскому национализму на землях заняты европейской части российской федерации вот это все было на самом деле но опять же говорю что очень эффективно противостояли очень эффективно и было противостояние ясно что все зависит от эпохи от времени 41 год это одна песня вы понимаете да а вот уже 42 43 это совершенно другое но сказать что них ничего не знали и жили вот таком информационным вакууме а разгроме немцев про под москвой скрыть информацию в принципе оказалось невозможно как показывают исторические исследования все остальное поэтому она под разными соусами в разных вариантах ходила где-то на уровне слуха в том числе но вместе с тем вот том-то и значение того же минского подполья того же актива минского которая рискуя и к лет люди которые рисковали каждый день своим жизнью вы знаете что все приемники были сданы и что за это была расправа с людьми но они очень активно воздействовали на усиление очень активно противостояли эти вещи они делали и вот в этом противоборстве в конце концов они выиграли выигрывали допустим когда был создан 22 июня кстати а 43 года союз белорусской молодец бы белорусская организация про нацистская которая контролировалась создавалась по личному указанию куба молниеносно это аббревиатура была в руку расшифровка этой аббревиатуры на листовках звучало совершенно другое и смерть белорусской молоди так расшифровывали белорусских комсомольцы и забрасывали такими листовками центр столицы и не только поэтому эти вещи они были на самом деле это был очень ну и опять же минск превратился место где доходили страшные фабрики смерти которые просто окружали весь город это страшные места где умирали и военнопленные и гражданское население уничтожилось еврейское население вместе с тем самое главное самое главное минск сопротивлялся в тех условиях отчаянно сопротивлялся и тех кто любил свою родину делали сова все возможное и невозможное чтобы приблизить день освобождения день 3 июля а вот вы говорили о том что в самом начале возможно вниз к позже присвоили звание потому что минск был взят так быстро хорошо общему киеву звание было присвоено город героя раньше чем минск но вы понимаете дела но лоббизм никто не отменял и вместе с тем но апеллировали киевскому сражению там же бои за киев сорок первом году ну не сравнить с боями за минск тут еще очень важно позиция части местной как это не парадоксально элиты вроде бы и находившихся саму в самом эпицентре этого движения вот допустим позиция партизан минских высокопоставленных где-то вот на этой фазе ранее как раз не способствовало приданию звание города героя части партизанского руководства не хочу называть фамилии определенной начало где он докладные записки где вообще они заявляли вот есть партизанское движение вот есть мы о чем тут говорить и все ну вот если давать герой если давать звезду героя то типа не не вот этому минскому подполью вот мы были главные доходило так до таких весьма субъективных вещей когда оспаривался вообще то есть кроме тех кто озвучил вот те линии о которых я говорю так то есть сторонники же были и здесь то есть не было вот единый единой консолидированной мысли и только потом вот все таки произошло то что произошло произошел этот акт исторической справедливости такое счастье как говорится что был снят фильм который сегодня вспоминали руины стреляет упор и по одной из версий я читала что даже увидел брежнев люди из всего советского союза писали письма на центральное телевидение когда четыре серии продемонстрировали а почему минск до сих пор не носит его звание и тогда пересмотрели присмотрелись и изучили но и очень была четкая позиция на тот момент руководства бсср нужно сказать что вот два человека которые наиболее скажем старались всячески подчеркнуть героизм белорусского народа и столицы беларуси противостояние нацистским захватчикам это два человека это мазуров вот эти два человека сделали очень много чтобы это стало реальность друзья напоминаю что сегодня утром с нами председатель постоянной комиссии палаты представителей национального собрания по образованию культуре и науке игорь марзалюк это наше утро 26 июня сегодня особенная дата для минска и минчан 50 лет назад наши столицы присвоили звание город-герой наверное более почетного не существует по себе точно и мы представляем наш общий специальный проект который мы подготовили вместе с городскими властями но география эфира сегодня не ограничится только минской кольцевой с нами на связи городачью историю также украшает этот геройский статус форпост советского заполярья суровый северный порт который оказался не по зубам гитлеров сам мы конечно же вызываем кого мурманск минск на связи добрый день коллеги и дорогие друзья на связи мурманск который тоже носит статус город-герой мы находимся в самом центре на проспекте ленина рядом с главной площадью города пять углов отсюда отлично видна звезда героя почетное звание было присвоено мурманску 6 мая 1985 года 39 лет назад высокой награды город был удостоен за мужество и героизм его защитников и тружеников тыла в годы великой отечественной войны по плану барбароса захват незамерзающего порта мурманск и всего кольского полуострова был среди первоочередных задач немецкого командования наш город занимает второе место после сталинграда по количеству сброшенных бомб на один квадратный метр в результате непрерывных бомбардировок он был разрушен практически до основания из руин повсеместно торчали одни печные трубы тем не менее всю войну в городе продолжали работать основные предприятия рыбаки выходили на промысел а мурманчане оказывали помощь блокадному ленинграду над кольским заливом на мысе зеленой возвышается фигура солдата мурманский алёша главный символ защитников заполярье у подножия монумента в парадном строю городов-героев отдельное место отведено минску мурманчане передает горячий привет и самые теплые поздравления минчанам и всем белорусам по случаю юбилейной даты 50-летие присвоения минску почетного звания город-герой спасибо коллеги и друзья и конечно же наш следующий сюжет как раз о мурманске к слову его гитлеров разделили как шкуру неубитого медведя офицерам выдавали билеты на банкет гостиницы арктика солдатам обещали богатые трофеи но жизнь распорядилась иначе и сегодня мурманск это один из важнейших городов российского севера в мирную жизнь мурманска как и других советских приграничных городов война ворвалась в июне сорок первого битва за ворота в арктику стала одним из важнейших этапов великой отечественной на одной из безымянных высот оборону держал первый добровольческий отряд моряков но силы противника значительно превосходили причем там действовали альпийские егеря чтобы было понятно что это были хорошо подготовленные специально подготовленные люди у морпехов заканчивались патроны несколько бойцов были ранены и 25-летний старший сержант василий кисляков принял непростое решение он отпустил своих солдат большинство из них это были новобранцы вот и сам остался и он так представил ситуацию как будто целое подразделение защищает эту высоту то есть он стрелял с разных мест и тогда и потом когда уже закончились боеприпасы закончились пулеметные ленты закончились винтовочные патроны он начал сражаться громад гранатами последнюю гранату оставил для себя но его новобранцы успели позвать подмогу василий кисляков уже в августе сорок первого стал первым героем советского союза на северном флоте таких отважных имен в заполярье немало главный участок фронта в боях за мурманск в июле сорок первого проходил вдоль реки западная лица он был крайне опасен ведь отсюда лежала кратчайшая дорога к портовому городу но за 10 кровопролитных дней фашисты смогли продвинуться лишь на четыре километра и перешли от наступления к обороне и вот сотни фамилий тех кто защищал родную землю сегодня здесь на мемориале известном как долина смерти оборона мурманской территории длилась более трех месяцев но планы фашистов не увенчались успехом хотя к этой операции немецкое командование вместе с финскими союзниками готовилась более года именно здесь на территории полуострова рыбачий будет единственный участок советско-германского фронта где фашисты не перейдут границу союза советских социалистических республик вот такое-то примечательное памятное место кроме того здесь будет расположены части карельского фронта который будет героически сражаться по обороне этого города фашисты так и не смогут взять мурманск танки буксовали по бездорожью укрыться в тундре было невозможно обрывистые скалы перекрывали путь да и сами фашисты были не готовы к полярной зиме но враг не оставлял попыток захвата северных советских территорий ведь мурманск был пунктом стратегическим самый крупный незамерзающий порт да еще и связанный железной дорогой с ленинградом к тому же рядом находились основные базы северного флота 42 году январе впервые в мурманск прибыл первый караван военных судов по поставкам ленд-лиза немецкое командование весной 1942 года планировала новое наступление на мурманск но она была сорвана город подвергался достаточно тяжелым бомбардировкам немцы пытались разрушить мурманский порт чтоб не принимал военных судов на союзников так потеряв надежду взять город фашисты решили уничтожить его с неба по подсчетам историков на каждого жителя мурманска пришлось по 30 килограммов взрывчатки больше вражеских бомб принял на себя лишь сталинград под огневым ударом стойко сражался и сам заполярный народ продолжая трудиться в заводских цехах здесь сделали оружие лыжи и шлюпки шили теплую одежду и обмундирование так север оказался фашистом не по зубам впоследствии именно со стороны мурманска сторону норвегии будет наноситься знаменитая пиццамо-киркинесская операция когда советские войска штурмом владеют городом пиццамо современная российская печенга и войдут на территорию норвегии который также будет освобождать за фашистских захватчиков будет освобожден город киркинесс за три года немцам так и не удалось пройти смешные как выражался гитлер 100 километров до мурманска он стойко оборонялся самоотверженно сражался героически погибал но так и не сдался 6 мая 1985 года мурманск был удостоен звания город-герой в жизни стран и городов как и в жизни каждого человека конечно же есть события которые остаются в истории навсегда в летописи минска золотыми буквами вписан этот день 26 июня 1974 года именно в этот день белорусская столица вошла в почетный список городов-героев давайте вспомним что предшествовало присвоение этого высокого звания говорят что с этим связана какая-то интересная история минск на тысячу сто дней заслонили крылья гитлеровского орла но город не склонил перед ним голову здесь даже руины стреляли уже после победы на экранах появится одноименный фильм за 6 серий вся большая советская страна узнает о подвигах тех кто сражался с врагом лицом к лицу на невидимом фронте днем и ночью стреляли в упор по врагу грозные руины оккупированного но не побежденного истекающего кровью но не сломленного в смертельной схватке с фашизмом города воина города подпольщика минска есть версия что этот фильм помог минску стать в одну шеренгу с другими городами героями после выхода киноленты посыпались письма с просьбой присвоить белорусской столице почетное звание картину оценил и сам брежнев поговаривают тогда же и заговорили о минске городе во первых это конечно же учитывалось вклад горожан вклад советских войск обороны города которая проходила в июне 1941 года в минске был создан минский запасной полк из горожан потом этих воинов распределяли среди стрелковых дивизий которые обороняли минск на на подступах городу от немецких войск была проведена частичная эвакуация населения эвакуация промышленных предприятий были созданы было создано народное ополчение истребительные отряды пункты пво и жители города принимали такое активное участие в строительстве оборонительных рубежей то есть вот за 1941 год он тоже учитывался вот этот вклад в получение этой награды о минском подполье писали в газете известия материал 1100 дней вышел в печать в трех номерах а это тираж девять с половиной миллионов экземпляров после из редакции позвонили в цк кпсс с вопросом что делать с мешками писем граждан требующих присвоение белорусской столице почетного звания на другом конце провода ответили у нас такие же мешки писем с аналогичным требованием были несколько запросов в течение 60 50-х годов но они не увенчались успехом потому что было необходимо уточнить данные численность и имена конкретных участников и вот к 74 году только это было эта работа была завершена минск надел на себя золотые погоны города героя в 74 но свою звезду получил лишь в 78 тогда в белорусской столице встречали леонида брежнева в архивах осталась фотография на ней генеральный секретарь прикрепляет к знамени минска золотую звезду города героя того самого кто выстоял тысячу сто дней гитлеровской оккупации и который восстал из пепла и руин день который сегодня отмечает белорусская столица не настал бы без мужества его защитников звание город герой это общая заслуга всех кто его защищала освобождал и вот к слову в минске готовили блестящих офицеров на военном факультете бгу проходили службу и герой советского союза генерал-майор александр кирсанов и полковник алексей патрин и даже преподавал маршал георгий жуков да и сегодня это конечно же кузница лучших военных кадров военный факультет белорусского государственного университета был создан на базе военной кафедры вуза 4 ноября 1926 года в тот период здесь преподавал будущий четырежды герой советского союза георгий константинович жуков в бухгалтерии сохранилось даже свидетельство его преподавательской работы в белгосуниверситете ведомость за март 1931 к тому моменту его сотрудничество с вузом длилось уже пять лет человек очень был эрудирован очень грамотный очень целеустремленный вот он с богатейшим опытом он именно вкладывал это в студенчество и профессорской преподавательский состав то есть он указывал на те моменты которые может быть многие не видели в последующем он принципе с учетом того что прошел не большой промежуток времени он стал маршалом победы тот тот задел который был он все-таки вложил эти знания и продолжает свое время службы здесь проходили и герои советского союза генерал-майор александр кирсанов и полковник алексей патрин с началом великое отечественное занятие на кафедре были приостановлены возобновились они только в сорок третьем году за время своего существования военная кафедра подготовила тысячи офицеров запаса по 13 специальностям с 2003 года здесь начали готовить кадровых офицеров сегодня же факультет ведет подготовку по четырем кафедрам на трех кафедра готовится курсанты кадровые офицеры это по специальности геоинформационной системы это по специальности проведения международные отношения либо в информационной либо в военной сфере и специалист традиционной химической биологической защиты три кафедры обеспечивают именно обучение в нынешнее время планируется открытие еще одного профиля международного отношения в военной конфликтологии сегодня военфак бгу кузница лучших военных кадров страны подготовка курсантов проходит как на базе воинских частей так и на полигонах здесь будущие офицеры знакомятся с современной экипировкой изучает образцы стрелкового вооружения и получает опыт вождения боевых машин поступают на военфак не только парни но и девушки родом из города береза после окончания школы 7 класса решила поступать в детском областное кадетское училище познакомилась с своим будущим товарищем который здесь обучается сейчас на третьем курсе именно по советам его при общении с ним решила что хочу поступать на военный вклиток бгу вот этот громкий стереотип что девушки не вместо в армии он от нас уходит постепенно с времени сама родился в городе бобруйске всегда в принципе хотел стать военным потому что у меня девушка тоже сам военным я много раз с ним общался мне рассказывал истории со своей службы как у нее все это происходило и меня от очень заинтересовало и поэтому в принципе уже со школьных времен всегда хотел стать военным вузе отличная спортивно-тренировочная база тренажеры бассейны и стадион парк военной техники классы специальной подготовки за весь период своей деятельности военный факультет подготовил свыше 600 кадровых офицеров для силовых структур страны минск город-герои так называется наш сегодняшний утренний проект маленькие минчане это конечно настоящие дети современного мегаполиса приветливые оживленные радостные с таким ощущением интересного будущего такими могли бы быть и поколения рожденные до войны но история распорядилась иначе 1100 дней и ночей в оккупации провели жители города в том числе и самые юные с одним из них мы сейчас познакомимся минск с первых дней войны оказался в самом центре сражений уже 23 июня на город упали первые бомбы пока точечно атаковали железнодорожную станцию и лошадский аэродром а на следующий день начались массированные бомбардировки буквально за несколько дней красивый ухоженный город был практически стерт с лица земли еще больший ущерб немцы нанесли минску три года спустя когда с позором отступали маршал георгий жуков писал столицу белоруссии нельзя было узнать 7 лет я командовал полком и бригады в минске хорошо знал каждую улицу все важнейшие постройки мосты парки и стадионы театры теперь все лежало в руинах и на месте жилых кварталов остались пустыри покрытые грудами битых кирпичей и обломков самое тяжелое впечатление производили люди жители минска крайне измученные исхудавшие по щекам многих катились слезы картины разрушенного минска до сих пор перед глазами валентина гулис повсюду груду разрушенных домов и пепелище квартала деревянной застройки выгорели полностью минска развалюха был вот один дом правительства как это я не знаю он сохранился вот он стоял а все остальное было разрушено выйти мне надо было по проспекту и аж до этого до дома печати и там поворачивать идти на восточную улицу так что я этот маршрут хорошо помню а тут все кругом развалили валентина максимовна родилась в минске однако войну встретила вдали от столицы в жлобине куда переехала с родителями еще будучи ребенком помнит как от мощных взрывов под ногами дрожала земля в первые дни войны авиация гитлеровцев бомбила жлобинский железнодорожный узел мне казалось когда бомба а я слышу как она свистит когда летит она с таким свистом летит думаю ну это на меня они бомбили в основном станцию на бомбы где попадали там и падали а мы рядом жили железнодорожной станции помнит женщины и тот день когда ее двух сестер и маму немцы загнали в поезд после трех дней в пути пленных выгрузили и погнали пешком куда никто не знал вокруг огромное болото огражденное колючей проволокой со сторожевыми башнями мы пришли боже мой нельзя стать станешь чоп-чоп-чоп-чоп вода по косточке вода так мы там дня четыре или дней неделю наверно и а за это время немцы привезли нам хлеб а хлеб был вот такие булочки белый какой-то весь ну и стали идти гнали чтобы мы брали этот хлеб ну что а есть хочется так хоть какой-то хлеб все-таки а потом как разломали а там опилки оказывается этот хлеб был зараженный сыпным тифом брусным тифом малярией дизентерией вот этими всякими болезнями такой чудовищный способ уничтожения мирного населения был в концлагере азаричи фашисты умышленно заражали ни в чем не повинных женщин детей и стариков чтобы будучи больными они стали живым щитом на пути красной армии но мы же не знали а нам хоть бы что-то покушать дети особенно так мама там булочку одну схватила они с машины бросали а люди ловили понимаете какую-то булочку и нам дала так мы по кусочку съели мама не ела вот мама и не болела тифом а мы все заболели а я заболела очень тяжело но в это время уже когда заболела нас уже как бы пришла разведка и нас узнали и нас освободили оттуда и мы поверь поехали в домик брату ну и там у меня разгорелся этот тиф температура под 40 я забрали меня в больницу но как-то я выкарабкалась ходить сначала учили меня я не могла ходить даже ослабла настолько когда девочка выздоровела и окрепла семья вернулась в жлобин город был уже освобожден а вот дома больше не было его как и многие другие немцы разобрали на блиндаже за днепром колес пожалуйста сколько хочешь так вот нам разрешали брать лес бесплатно но за свой труд руби привозили все же то надо было делать ну и кто первая помощница по отцу было я я вот так кору сдирала с этих деревьев которые лежали а потом уже их пилили на доски мы с ним строили дом но построили дом и так жили мы у жлобины спустя несколько лет эти навыки в строительстве валентине пригодились она вышла замуж и переехала в минск который нужно было восстанавливать что называется всем миром такой клич был отстроить город и по выходным такие все работали а как выходные начали кирпичи разбирать там все это развалина разрушу все это делать а потом уже эти кто и специалистов давали чтобы строить дома были люди кто где мог кто бороться то как вот так и строили расчищали минск от завалов и по сути возводили новый город люди разных возрастов и профессий каждый должен был отработать не менее 15 часов в месяц впрочем современники вспоминают желание восстановить свою столицу было столь сильным что принуждать народ не приходилось этот труд считался священным долгом и приравнивался к сражению на фронте минск возрождался из пепла наше утро на телеканале у нт катерина алексеевич александр серебряников с вами в праздничном настроении и на самой живописной локации минск 26 июня мы сегодня поздравляем наш минска минчан с юбилеем важного события 50 лет назад наша столица стала городом героем чем заслужена такая честь и как преображается сердце белоруссии с каждым мирным годом вот сегодня расскажут наши гости и корреспонденты но мирное небо пришлось отстаивать огромной ценой даже в оккупации минчане и узники здешних концлагерей продолжали бороться с захватчиками и тому пример минское восстание 1942 с первых дней великой отечественной войны минск оказался в центре сражений но несмотря на героическое сопротивление 28 июня 1941 года город был захвачен нацисты установили жестокий оккупационный режим основным инструментом которого стал открытый террор против мирных жителей на тот момент в столице бссср действовало свыше 20 отделений и филиалов концлагерей но даже в таких нечеловеческих условиях находились люди которые боролись до последнего шталаг 352 именно там осенью 41 пленные приступили к подготовке вооруженного восстания об этой попытке стало известно лишь после войны из документов фашистов основным источником являются донесения рапорты отчеты командира 707 пехотной дивизии и по совместительству коменданта охраняемых областей беларуси генерал-майора бехтоль с хайма человек который погряз в убийствах мирных жителей намечалось вывести из строя телефонную связь атаковать комендатуру здания охранной полиции окружного комиссариата штаба танковых войск аэродром восток все лагеря военнопленных завод в ряде пунктов было собрано оружие которое хранилось в канализационных трубах была подготовлена ударная группа которая начав 1 должна была захватить оружие и освободить из концлагерей находившихся в городской черте военнопленных немцы пишут о том причем вполне серьезно что восстание если бы не вот эта агентурная разработка она имела бы шансы на успех и общее количество восставших с учетом освобожденных военнопленных в других филиалах и других лагерях а их на территории минска годы оккупации было свыше 20 то количество возросло быть до 100 тысяч человек а это уже сила но планы сорвало подлое предательство гитлеровская контрразведка завербовала бывшего шифровальщика одного из соединений красной армии бориса орудянка под видом военнопленного фашисты направили его в концлагерь там он втерся в доверие к участникам подготовки в восстание выяснил время выступления и силы готовящиеся к нанесению удара по гитлеровцам все это определило неудачу восстания которая намечалась на 4 утра 4 января 1942 года из приказа номер 33 по комендатуре охраняемых областей 707 охранная пехотная дивизия от 5 января 1942 года в конце декабря в минске удалось арестовать руководителей восстания которая была разработана до мелочей были схвачены 15 руководителей и штурмовая группа в количестве 300 человек в настоящее время аресты продолжаются и число арестованных растет оккупанты жестоко расправились с участниками несостоявшегося восстания более 20 его руководителей были расстреляны с 5 по 15 января 42 года в минске было введено если не военное это усиленное так скажем как они пишут усиленное положение возможно это казус перевода что так вот перевели ты получается что находящиеся в бесправном состоянии военнопленные лишенные всяких каких-то вот но человеческого отношения так далее они смогли заставить волноваться немецкий гарнизон эти волнения вылились в еще более жестокий террор 18 января фашисты убили свыше тысячи советских военнопленных трупы погибших расстилались на главной магистрали города и лежали не убранными в течение трех дней но даже после того как их убрали с улиц они на протяжении нескольких недель оставались не погребенными в парке имени челюскинцев такой ужасной расправы история минска еще не знала но несмотря на это подполье не сложило оружие в 1944 году количество боевых групп на железнодорожном узле промышленных предприятиях и в учреждениях города выросло до 120 в годы оккупации свыше 6000 патриотов прошли через горнило подпольной борьбы на боевом счету минского подполья более 1500 диверсий самое резонансное из которых уничтожение палача белорусского народа вильгельме кубе за этот подвиг елена мазаник мария осипова и надежда троян были удостоены звания героя советского союза историки подсчитали что минск за его историю разрушали как минимум 18 раз самые страшные последствия нанесла великое отечественное с первых же дней а концу войны почти одни руины подробнее о том как выглядела наша столица после освобождения и как она превращалась такой современный мегаполис расскажет наш гость декан архитектурного факультета белорусского национального технического университета доктор архитектуры профессор армен сардаров доброе утро спасибо за представление катерина да безусловно это судьба нашей столицы а расскажите как она выглядела вот после освобождения скажем так вот эта судьба вообще прослеживается на протяжении многих веков здесь же были и крымские татары были и карл 12 шведский король и французы немцы два раза и конечно вторая мировая война в силу вот этого географического нашего особого положения белоруссии и столицы в центре конечно было абсолютно трагично город был практически уничтожен мы говорим там о 70 80 процентов разрухи но это очевидно что практически для возможности для жилья не было он был разрушен и это была большая большая трагедия то есть ставилась огромная задача по возрождению он безусловно расстраивался да вот как менялась эта застройка от конца войны вот до современности скажем так вы и сейчас мы вот здесь находясь в этом чудесном месте на у проспекта приведите мы мы видим конечно насколько тут разные стили архитектуры первый минск конечно дравляны потом начали все таки строить из камня это тоже было очень важно и интересно да естественно что двадцатые тридцатые годы он уже почти весь стал каменным за исключением некоторых районов и надо было обязательно возродить как возродить это целая проблема конечно ставился вопрос для того чтобы здесь работали самые замечательные архитекторы советского союза в то время и они были приглашены сюда плюс у нас были свои еще архитекторы которые родом из беларуси они могли учиться или в москве или ленинграде но это тоже были мастера и вот они все приехали сюда и они начали работать по возрождению гор это был огромный естественно армия строителей это был огромный труд создать вот эти проекты создать концепцию создать его так сказать облик и ну а если говорить о стилях о смене стилей то конечно первые вот стиль который так сказать использовался в конце 40-х начале 50-х годов это стиль который мы называем на неоклассе это был стиль который должен был утвердить подчеркнуть значение победы стиль парадный стиль то ну вот и вы знаете что когда мы едем по нашему проспекту независимости мы это чувство ощущать то есть наш дух поднимает это конечно было очень серьезно и первые годы этим занимали но жилищная проблема до пока еще не очень решалась и поэтому надо было переосмыслить вот этот процесс и перейти к застройки жилой застройки главным образом что и было сделано начиная с середины 50-х годов двадцатого века когда стала внедряться так называемой индивидуальное индустриальное домостроение это индустриальное домостроение основано на том что заводы построены выпускают крупные блоки крупные панели и город застраиваться этими панельками появились наши вот чудесные микрорайоны да можно критиковать на можно говорить о том что иногда это вот очень тесно низкий потолок да это правда это правда но проблему решили и людей расселили и я думаю что это тоже подвиг подвиг нашей столицы специалистов строителей архитекторов которые построили микрорайон армен сергевич согласитесь что вот когда иностранцы приезжают в наш город они отмечают не только застройку но конечно и дороги да у нас такие красивые широкие проспекты прекрасное дорожное покрытие а вот что дорога может рассказать о городе мы с вами катерина находимся у самой древней дороги нашего города это река потому что в начале люди передвигались или тропками или с помощью лодок моноксилы они назывались по реке таким образом они добывали и воду и пищу и общались друг с другом общались внимание это одно из самых важных для развития любой цивилизации для любого развития страны и города очень важно передвижение общение перемена места связь какая-то с пригородами связь с сельской местности друг с другом конечно это может решить только дорогу мы сейчас находимся тоже около такого большого крупного проспекта победителей который можно назвать главной магистрали у нашей столицы да именно здесь проходит и франция 3 июля а есть история у этой дороги да проспект победителей конечно одна из главных наши и опять-таки скажу ведь это опять-таки сначала идет вдоль берега реки то есть от этого минского замчища городище начал и потом он постепенно обретал вот то значение вместе с ростом города и ту красоту облик его менялся конечно со временем он приобрел значение в том числе и парадная магистраль а сейчас мы находимся вот такого святого места это вот связано и с подвигом великой отечественной войны вот этой стелы минск город герой и музеем великой отечественной войны то есть воплотили и вот это в этой дороге дорога к памяти дорога к нашей с вами памяти памяти о великом подвиг армен сергеевич я с вами еще не прощаюсь мы продолжим наш разговор поговорим еще и о городских парках и различных зеленых зонах о том что любимых не отдают мы знаем из ее песен а вот о том что в любимом городе больше всего привлекает солистку группы аура она расскажет сама мы сегодня приглашаем на авторские экскурсии от самых известных людей беларуси и сегодня с нами прямо сейчас юлия быкова друзья мои мы находимся на территории восковой части 32 14 я бы хотела сегодня рассказать именно об этом месте потому что здесь на самом деле очень многое связано особенно нашими творческими планами с нашими творческими задумками из нашей творческой жизни но не только творческой все знают что группа аура патриотически ориентированная группа и вот данный момент у нас сейчас происходит благотворительное выступление здесь но кроме этого нас связывают очень хорошие дружеские отношения с сотрудниками которые здесь служат несмотря на то что вроде бы это в бойнская часть и несмотря на то что здесь суровые ребята да здесь какая-то такая атмосфера очень теплая очень хорошая и очень душевная и мы приезжаем когда сюда с концертами с выступлениями мы всегда подпитываемся вот такой положительной энергетикой и ощущением мира защищенности самое главное что я хочу здесь сказать люди цените пожалуйста мир цените пожалуйста то что у нас есть цените и берегите и вот ребята которые здесь служат это наша надежда и наша опора и я хочу пожелать конечно здоровья и благополучия всем нам все нашей стране всем нашим защитникам всем нашим людям ну вот такая атмосфера военной части ребята занимаются своим делом тренируется а мы с вами прощаемся и желаем всем мира и благополучия вот у меня такое странное любимое место в городе это железнодорожный вокзал именно 23 24 пути откуда каждый год в конце мая мы с бабушкой и дедушкой ехали на электричке еле вку объявляют на дачу и потом каждое лето по 10 по 15 раз собираешь смородину привозишь сюда продаешь покупаешь жвачки какие-то едешь обратно на дачу и плюс к этому мы еще живет далеко на улице могилевская поэтому вот это место конечно вот прям мое место силы плюс еще мама на железной дороге работала таких поездов раньше в помине не было были старые прибалтийские электрички посмотрите какая красота круто же вот эти вот башни ворота в город это для меня конечно навсегда символ минска какие бы там новострои не строили вот ворота в город это настоящий минск тот самый послевоенный класс мы продолжаем наш праздничный эфир он у нас сегодня посвящен 50-летию со дня который вошел в историю минска звание город герой это повод для гордости и минчаны конечно всех беларусов но есть еще одно место в нашей стране где не понаслышке знают что ж такое героизм единственное в мировой истории крепость-герой это наша брестская цитадель там сегодня наши коллеги мы выходим на связь и слово софии бережной доброе утро софия доброе утро коллеги мы находимся в легендарной цитадели 8 мая 1965 года указом президиума верховного совета ссср брестской крепости было присвоено почетное звание крепость-герой документе говорится защитники брестской крепости в исключительно тяжелых условиях борьбе с немецко-фашистскими агрессорами проявили выдающуюся доблесть массовый героизм и мужество оставшие символом беспримерной стойкости советского народа гордое звание было присвоено цитадели к 20-летию победы с вручением ордена ленина и медали золотая звезда в том что о подвиге брестского гарнизона узнали не только в советском союзе большая заслуга писателя фронтовика сергея смирнова впервые он приехал в брест еще в 54 году 10 лет разыскивал оставшихся в живых защитников крепости записывал их воспоминания главной книгой жизни смирнова стала книга брестская крепость это документальная повесть по воспоминаниям защитников издана в 1964 году переведена на многие языки мира но в следующем году и крепость стала героем смирнова организовал и первые встречи участников обороны крепости например вот на этой фотографии июнь 1961 тогда встретили здесь защитники здесь представлены рукописи дневники письма которые присылали смирнову мемориальном комплексе уникальные экспозиции и экспонаты рассказывающие о страшной войне заменитый на весь мир монумент мужества и скульптурная композиция жажда руины оборонительных сооружений увековеченные на плитах имена владимиру семочка но было всего два когда он потерял отца защитник крепости погиб на восьмой день войны долго не знали до тех пор пока в крепость не приехал турсун хедиров это солдат который вошел в крепость увидел подлет отца и сказал вот это командир с которым я воевал в течение восьми дней мы отбивали немецкие атаки немцы в конце концов вызвали авиацию их разбомбили просто разбомбили он ведь у отец умер у меня на руках здесь каждый камень встречал фашистов они на смерть шли наши бойцы знали что они погибли они уйдут отсюда это герой и носят это звание крепость героя я считаю достойно каждая страница истории в отдельной экспозиции особое внимание пятому форту списке историко культурных ценностей беларуси он почти 30 лет выставка размещена в шести казематах рассказывает историю фортификации на землях беларуси на примере брест литовской крепости и форта номер пять их роль в первой мировой и великой отечественной войне сейчас мы с вами находимся в центральной паттерне паттерны предназначались для безопасного перемещения здесь внутри гарнизона военное время между основными его объектами все входы в паттерны они изолировались мощными бронедверями вес который вместе с рамой достигал 1700 килограммов в паттернах разрабатывали специальные откидные нары где солдаты отдыхали спали принимали пищу пятый форт уникальный объект построенный еще в 1879 1880 года как одно из передовых укреплений крепости в первый день великой отечественной здесь располагался 3 батальон 44 стрелкового полка красной армии по направлению пятого форта наступала 34 пехотная дивизия вермахта можем увидеть это противо штурмовую решетку она предназначалась для размещения по всему периметру фортификационного объекта в во время начала боевых действий представлена экспозиция артиллерийских орудий 20 30 40-х годов частности периоды великой отечественной войны близкая крепость это и уникальный музей под открытым небом и научно-исследовательский центр где устанавливаются судьбы защитников крепости интерес к этому месту растет с каждым годом только в нынешнем здесь побывали туристы из 17 государств австрия германия сша франция латвия грузия почти 240 тысяч человек узнали правду о первых днях войны и невероятном героизме и мужестве советского народа спустя столько лет после окончания великой отечественной войны она достойно несет звание героя продолжая хранить память о защитниках и жертвах военных событий это место притяжения для туристов с начала существования мемориала здесь побывало более 27 миллионов человек со всего мира спасибо софия это был брест и легендарная крепость символ стойкости это наше утро и сегодня главный герой эфира это наш минск который ровно 50 лет назад в этот день получил статус города героя о доблести защитников мы конечно еще много скажем но не забудем и про героизм тех кто все мирные годы строил и проектировал столицу в которой хочется действительно жить один из символов города в суверенной истории это конечно же наша национальная библиотека по объему фондов она занимает третье место в снг четкие грани и и здания очень замечательно видны из космоса наш следующий сюжет о белорусском алмазе знаний я в научный зал ленинской библиотеки пропуск досталом говорила героиня известного советского фильма вход в этот алмаз знаний сегодня без без пропусков здание национальной библиотеки открыто миру как книга и фразой как пройти библиотеку уже никого не удивить на любой вопрос специалисты найдут ответ мы выполняем функцию навигации по библиотеке когда студенты приходят к нам и хотят найти какую-то литературу мы им помогаем подобрать эту литературу используя ключевые слова помогаем им найти нужный читальный зал которому они прикреплены облик национальной библиотеки мог быть другим восемьдесят девятом на всесоюзном конкурсе предлагали формы подковы развернутой книги победил проект белорусского алмаза архитекторов крыма ренка и виноградова но на 13 лет его положили на полку импульс к строительству в 2002 дал президент старой библиотеке было было устроено ну совещание можно так сказать президента с архитекторами так она называлась и он написал книги отзывов мы построим библиотеку и вот это вот этот вот шаг он заставил строителей немножечко напрячься сконцентрироваться и они вынуждены были может они не хотели внедрить сюда те технологии которых у них не было мы с вами начинаем великое дело строительство национальной библиотеки страны эта стройка не только требования времени на и наш реальный вклад благополучия и процветания беларуси в настоящих и особенно ее будущих спасибо всем вам для себя стоит даже не большую лепку возведение библиотеки вы помогаете строить сильную и высококультурную страну проектирование шло параллельно со строительством за гравировкой нашего алмаза следил лично президент александр лукашенко подчеркивал что национальная библиотека станет символом суверенной и просвещенной беларуси ее всенародной стройкой возвелись за три с половиной года и в 2006 здесь уже услышали шелест первых страниц наша библиотека национально выполняет функцию методического сопровождения всех библиотек прежде всего министерства культуры и безусловно и в сельской библиотеки районных областных вузовских всегда проводится большое количество мероприятий эти говоря и по медийной грамотности в том числе по книжной грамотности конечно же это научно-исследовательский центр и мы усиливаем эту работу нас здесь люди с учеными степенями недавно у нас состоялась защита нашего сотрудника мы очень горды этим и благодарны за такой большой труд который был проведен исследование у нас в трех основных направлениях для библиотековедения книговедения и библиографии идею алмаза а это ромба акуба октайдер архитектором подсказал леонардо да винчи они нашли эту форму в одной из энциклопедий потому и фонд библиотеки прописали не под землей как у всех анат также на полках хранят культурную ценность страны и чтобы ее сберечь важно следить за показателями температура хранения это 18 20 градусов влажность 50 55 процентов и это каждый день технические службы мониторят и делают срез на состояние фондов непосредственно на всех этажах в каждом сегменте хранения в эти считальные залы со своим нельзя но оно и не нужно фонд библиотеки более 10 миллионов книг здесь пишут научные работы читают редкие тома в год принимает около 130 тысяч человек но слышно ли здесь фраза из фильма москва слезам не верит будешь смотреть как они считают ответ на этот вопрос многие помнят да вы знаете в нашем читальном зале нету такой ситуации как фильме москва слезам не верит приходят читатели именно для того чтобы удовлетворить свои информационные запросы поэтому работа с книгами с документами работа с информационными ресурсами в нашем читальном зале библиотеку читателей записывается с 14 лет здесь посетитель один на один с наукой двери 18 залов открыты с утра до вечера но и этого времени не хватит чтобы посмотреть всю сокровищницу библиотеки нужно около 40 лет это если просвещаться со скоростью один документ в две минуты и пока вы будете читать за детьми присмотрят можно оставить ребенка с трех лет комнате но свободно занимаются можно можно заниматься играми которые необходимые здесь предоставлены а можно делать какие-то поделки пребывание не более трех часов сокровищница знаний это целый город в здании посетителю открывается палитра красок на художественных галереях обзорной площадка здесь можно устроить себе физкульт минутку двери тренажерного зала открыты не только для сотрудников мы готовимся к спартакиада мы занимаемся подготовкой спортивной команды то есть это в принципе нормально обычное подразделение даже для библиотеки посещение тренажерного зала несмотря на то что он у нас небольшой в среднем от 50 до 60 человек посещает зал ежедневно все 23 этажа библиотеки всегда должны быть при параде ковры причёсанные стеклянные полы вымыты и главное чтобы костюмчик блестел площадь стекления алмаза около 40 тысяч квадратных метров профессиональные альпинисты делают для всех этот путь к знаниям прозрачным есть участки которые мы моем несколько раз в год то есть такие участки как обзорная площадка так как там большой поток людей и дабы был обзор города достаточно хороший мы моем там около трех-четырех раз в год оказывают эти услуги альпинисты у которых есть допуск на высоту они крепятся на самую высокую точку библиотеки и спускаются по фасаду библиотеку строили на века в прямом смысле срок эксплуатации этой архитектурной величины рассчитан на 500 лет белорусское качество во всем в этом году сокровищница занесена и на республиканскую доску почета президент подписал указ ведь культура вот что делает белоруса белорусом цитата главы государства и уже 18 лет самом сердце страны белорусский алмаз сохраняет наш культурный код никита поликевич ярослав брагида андрей мушавец и александр автухов наше утро минска город герой это все знают уже полвека а еще это город парк отмечают конечно и свои приезжие зеленью и чистотой славится наш город далеко за пределами страны в парке горького растет 200 летняя губернаторская липа это самое старое дерево в минске но к вековым растениям и старым аллеям добавляются и новые зеленые зоны вот о них подробнее расскажет гости нашей праздничной программы декан архитектурного факультета белорусского национального технического университета доктор архитектуры профессор армен цардаров еще раз доброе утро армазь добрый день армазь сергеевич мы вообще-то по-настоящему в 21 веке стали осознавать ценность природы ценность вот этих зеленых зон хотя и раньше делали и полисадники и парки я хочу спросить армен сергеевич а они расположены тоже не случайно как и дороги ну понимаете как во первых главное то что нам дала природа господь бог то есть слава богу беларусь зелено и очень много замечательных чудесных красивейших мест до сих пор естественных лесов и беловежская пуща и березинский заповедник чудесные то есть мы имеем такие массив но потом мы научились все-таки ценить вот если это простой значит сельский житель он строил обязательно полисадник перед окошками да если это уже какой-то богатый там зажиточный человек он сделал разбивал себе садик или сквер или парк даже уже и у нас сохранились еще такие парки ну а в наше время уже начиная с 20 века мы начали это приняло характер такого общего дела то есть как архитекторы мы должны уже площадь зеленой зоны рассчитать до ее потребность для тех или иных районов да это зависит от количества жителей конечно да и это очень серьезный вопрос потому что это прямо связано не только с эстетическим удовольствием не только с возможностью прогулки там с детем или с пожилым человеком но и с точки зрения здоровья да у нас существуют замечательные парки мы имеем великолепный парк челюскинцев и ботанический сад уже уникально абсолютно уникальное место и новые парки и зеленые зоны небольшие скверы которые в жилых районах у нас есть и мы ценим это сейчас и ценим я бы даже сказал вдвойне чем да мы ценим а гости иностранцы нам очень завидуют это точно потому что у них гораздо большая плотность застройки вот таких зеленых зон крайне мало пусть завидуют пусть завидуют это точно наш минск сейчас обновляется это понятно этого этого требует время да но появляюсь появляются новые какие-то здания а чтобы со старыми кварталами это очень сложный и деликатный вопрос потому что вообще-то говоря сохраняя какие-то исторические моменты уголки здания памятники мы тем сохраняем память память должна быть память это часть развития обществ воспитания воспитания будущих поколений это делается не просто из каких-то туристических целях мы вот для туристов сделали вот этот старый район это делается так чтобы молодежь еще дети даже научились понимать вот это движение во времени они научились ценить то что делали деды и прадеды предки да и вот как это сейчас и естественно с этой точки зрения архитектура очень сильно влияет на общество на человека и качество вот этой строительства реставрации или реконструкции этих старых районов очень важно да из этого тоже можно сделать бренд до такой и туристический я считаю что это обязательно надо делать старые кварталы есть новые современные здания тоже есть прекрасные дороги зеленые парки вот чего еще минску не хватает как думаете ну я бы сказал что всегда чего-то не хватает всегда и везде почему потому что все-таки наша жизнь построена на прошлом настоящем будущем и будущее это уже жизнь будущих поколений будущие поколений у нас воспитываются уже в больших потребностях это тоже нормально ничего в этом нет это это поступательное развитие любого газу любой страны любого народа и к этому тоже надо относиться поэтому конечно должно быть и сохранение и обновление должна быть обязательно экология сейчас почему потому что это абсолютно мировая проблема эта проблема не только на все это абсолютно мировая все поняли что этим надо заниматься в том числе по видам транспорта который и конечно вот мы ждем вот таких вещей которые связаны с этими общем мировыми тенденциями ну и плюс конечно возможности отдыха развития зеленых зон каких-то это и в том числе вот допустим значит зеленый сейчас же есть такое то что мои сады даже на крышах можем даже зеленый фасад вы видите минск таким в будущем я я считаю что это абсолютно неизбежно что мы обязательно к этому придем если не сразу то постепенно потому что эта связь человека с природы живой природы она необходим где вы любите прогуливаться вот есть у вас свои любимые места в минске ну я бы сказал что любимых мест бесконечно много почему потому что мои любимые места связаны не только с тротуарами не только с домами архитектурой а прежде всего с людьми с людьми как с которыми я виделся встречался с первыми свиданиями своими с девушками это это вот это охватывает тут особое чувство и особое такое настроение и поверьте мне что для минск для меня родной потому что ну вот я чувствую ощущаю ну в каждом уголке связь с человеком вот это единство с человеком армен сергеевич спасибо большое с праздником мы сегодня можем все поздравлять друг друга с этим большим праздником для нашего города нашей столицы спасибо большое очень приятно я только напомню нашим зрителям что с нами побеседовал армен сардаров декан архитектурного факультета и белорусского национального технического университета здравствуйте это наше утро на телеканале о нт катерина лисеевич александр серебряников начинаем день с поздравления в адрес белорусской столицы ровно 50 лет с момента официального присвоения минску звания города героя да и вспоминая мужество и стойкость его защитников подпольщиков и просто меньше но мы конечно не забываем о подвигах 12 других обладателей высокого звания в их числе кстати и киев и одесса но к сожалению сегодня ситуация там складывается иначе взгляды на историю оказывается можно менять и по политическим причинам но почему-то верится что это все временно и мы обязательно будем вместе отмечать большие праздники а сейчас очередь смоленска он как и минск оказался на пути главного удара фашистов в направлении на москву именно здесь рухнул план молниеносной победы и развился миф о непобедимости за пару недель дойдем до москвы и война закончится парадом на красной площади так летом 41 не взяв даже теплые перчатки считали гитлеровцы но план блицкрига дал трещину смоленске кратчайший путь на москву превратился в кровавый силы были неравны гитлеровцы на западном фронте сосредоточили свои отборные войска генералы командующие наступлением имели за плечами боевой опыт первой мировой молниеносной войны в польше и быстрого разгрома франции у советских войск в четыре раза меньше танков в два раза меньше самолетов артиллерии и живой силы на защиту смоленска встали солдаты западного фронта красной армии сюда отходили дивизии которые уже побывали сражениях оборону города держали и смоленские милиционеры и бойцы истребительных батальонов совсем молодые люди которые вступали в отряды народного ополчения порой с одной винтовкой на трое знаменитая смоленское сражение которое происходило с 10 июля по 10 сентября 1941 года в результате кровопролитных ожесточенных боев враг был на время остановлен это дало большую передышку в спасении москвы впоследствии дало возможность перегруппировать войска подтянуть резервы бои за смоленск по своей ожесточенности не уступали сталинградским днепр был кроваво-красным но ближайшие два месяца изменили ход войны в результате смоленского сражения кстати интересный факт будет освобожден первый крупный город на территории советского союза это город ельня причем он будет освобожден именно с помощью спланированной операции наступательной которую вот лично руководил георгий константин и джуков прославленный советский полководец и это будет первый город который будет освобожден и после которого фашисты перейдут к обороне до этого они только наступали это имело большое моральное значение подкосила врага и легендарная катюша 14 июля батарея из семи реактивных установок дала первый залп по захваченному врагом железнодорожному узлу орше были уничтожены вражеские эшелоны боеприпасы и переправа через реку оршицу это сорвало планы противника бок о бок солдатами сражались и мирные жители они рыли окопы сооружали взлетные площадки помогали раненым накануне со всех центральных областей под смоленск приехало более 150 комсомольцев под вражескими бомбардировками вчерашним школьникам за несколько дней удалось вырыть 650 километров противотанковых орвов даже уступив в конечном счете врагу смоленск не перестал сражаться в районе города действовали партизаны в том числе в лагере военнопленных действовала подполье и 25 сентября 1943 года город был освобожден войсками западного фронта в ходе смоленск-корославльской наступательной операции интересно еще то что после освобождения города на средства населения была создана авиаскадрилья под названием смоленск которая тоже приняла участие в боевых действиях так блицкрик летом 41 забуксовал а в жестких боях на смоленской земле родилась советская гвардия за славную многовековую историю защитника западных рубежей смоленска называли город щит город ключ а 6 мая 85-го он получил почетное звание город герой катерина алисеевич иван коротков и евгений александров наше утро доброе утро друзья и хотя минску уже почти тысячи лет его все-таки можно назвать юным а все потому что каждый пятый его житель представитель молодежи и вот с такой представительницы из молодых и красивых а также активных и инициативных мы пообщаемся прямо сейчас у нас в импровизированной студии мисс минск 2023 надежда толстякова надежда доброе утро доброе утро безумно приятно в очередной раз встречаться с вами по той причине что не так давно вернее уже достаточно давно это произошло и заслуженная корона досталась заслуженному человеку вот каково это нести на себе такую ношу красивая самая красивая минчанка корона для меня это не просто быть красивой девушкой и на этом все это невероятная ответственность и все-таки я стараюсь делать город минск лучше и представлять его только в лучшей красе и я безумно благодарна и для меня это честь нести такое звание мисс минск такого прекрасного чистого города может сказать ты одна из самых активных и инициативных и в то же время вот почему белорусский национальный технический университет мы знаем что ты человек творческий в большей степени а тут такой технический профиль в чем причина еще со школьных лет я думала куда мне все-таки поступать и мой старший брат сказал мне не задумываясь иди в столицу город минск потому что все-таки столица это возможность именно с техническими науками как-то у меня больше складывалось и вот я поступила на инженера строителя и ни капельки в этом не пожалела а есть какая-то узкая специализация еще по помимо этого инженер строитель чего автомобильных дорог и аэродромов то есть вот те самые красивые проспекты которые у нас есть минске будут еще лучше будем стараться безусловно после получения диплома у меня два года я буду работать по специальности так и пойду работать комитет архитектуры и градостроительства минго-располкома прекрасно я во первых поздравляю конечно защита диплома спасибо большое с вручением диплома через буквально пару дней 28 числа уже до вручения дипломов лично ректор будет вручать потрясающе но я так понимаю что и минска бнт у стали для тебя во вторым домом ты все-таки родом не из минска но тебе очень нравится этот город нравится бнт у вот бнт у есть какие-то традиции которые тебе очень полюбились которые ты наверняка воплоти жизнь еще в других местах бнт у для меня стал такой взлетной площадкой я бы сказала настоящим аэродромом потому что все-таки пять лет в этом университете это была безумно активная жизнь и я хваталась за любую возможность там очень много праздников мероприятий традиций ректор пытается быть так скажем на одной волне со студентами всегда здорово понимает и диалоговые площадки какие-то проводятся самое такое грандиозное одно из грандиозных мероприятий у нас в университете это все-таки весна бнт у где каждый факультет каждый студент может показать себя в полной красе это есть традиция да тоже определенно определенные традиции это каждый год уже на протяжении более 20 лет даже я бы сказал наверное 30 лет проводится этот конкурс по есть какая-то еще общественного грузка который тебе нравилось я активный член белорусской союза женщин также я и член партии белая русь и для меня все-таки общественная жизнь придает жизни какие-то краски все-таки это не просто унылые будни когда ты приходишь не знаю с учебы с работы и просто весь день лежишь на кровати это все равно такой график и от этого жить становится веселее и все-таки будет что вспомнить так скажем старости и рассказать вообще внукам детям насколько такая была жизнь активная и потрясающая хорошо но по поводу вспомнить старости все-таки вот ты сказал что там будет отработка мингоросполкоме в отделе архитектуры и строительства комитете архитектуры строительства но дальше уже какие то есть планы или возможно если вот это затянет то это мы останемся сейчас я решаю такой вопрос как в поступлении магистратуру все-таки да все-таки я хочу учиться дальше и возможно сейчас я пойду в магистратуру а в дальнейшем второе высшее образование это в академии управления все верно вот какие замашки ну правильно абсолютно да потому что я считаю что жизнь нам дала для того чтобы учиться и надо отбрать от жизни все очень амбициозно а те кто амбициозны те как раз и достигают поставленных целей хорошо мы ненадолго прервемся обязательно продолжим наш разговор я хочу напомнить уважаемый телезритель что с нами сегодня самая красивая девушка столицы мисс минск 2023 надежда толстыкова сегодня в праздничный для минска день мы продолжаем гулять по городу героев компании наших известных людей так скажем любимые места столицы в глазах популярных артистов да сейчас узнаем где в минске зреет виноград зеленый а если встретим чужую милую скажем здравствуй в общем вы поняли александр саладуха приглашает на прогулку доброе утро дорогие друзья доброе утро телезрители нашего утра телеканала унт я белорусский певец александр саладуха нахожусь на ступенечках главного корпуса университета культуры именно здесь больше 36 лет назад произошла первая встреча с моим самым близким другом нашим популярным белорусским композитором олегом елисеенко он преподает тогда это назывался институт культуры теперь университет культуры да это был 1987 год и вот первые песни именно в этом здании в этом корпусе на пятом этаже олежка показал мне под портепиано столько записано альбомов столько снято клипов на его песни и вот сейчас в работе абсолютно новая песня на белорусском языке и песня называется хлеб ждите премьеру мы конечно же здесь учится большое количество студентов мальчишек и девчонок не только с нашей родной белоруссии не только из других стран отдать из дальнего зарубежья в том числе и республика китай да китайская народная республика очень много кстати у олега до обучаются студенты с китайской народной республики так что милости просим в это здание здесь вы получите хорошую хорошую школу обучения и станете прекрасными музыкантами доброе утро друзья сегодня празднуем 50-летний юбилей присвоение минску почетного статуса города героя ну а буквально в это воскресенье отметим еще и день молодежи и студенчества и не случайно у нас в гостях самая красивая представительница и молодежи и студенчества мисс минск 2023 надежда толстякова надежда еще раз доброе утро еще раз доброе давай продолжим с тобой разговаривать как считаешь нашей стране достаточно поддерживает вообще инициативу молодых я считаю то это такой вопрос это безусловно поддерживать только молодых людей потому что за молодежью будущее об этом неоднократно и говорит и глава государства и владимир евгеньевич кухарев об этом говорят абсолютно все и для молодежи создали абсолютно все условия чтобы только двигаться вперед и наш город развивать и в принципе в целом нашу страну поэтому безусловно для молодых только дорога вперед тогда для меня как уже представителя но но не молодежи так скажем не совсем молодежи какие локации в минске можно считать молодежи первую очередь я бы наверное посоветовала вам все-таки прогуляться по парку горького так там очень много молодых людей там гулял и сам гулял и с детьми и гулял с внуками вот даже посетить стеллу это тоже для молодежи рядом замечательно кстати парк победы еще тоже безусловно преобразился до неузнаваемости тоже коренная белорусска вот есть же определенные традиции которые передаются из поколения в поколение или просто какие-то белорусские традиции которые нравятся там твоей семье твоим родным есть такие конечно безусловно наверное мой такой традиционный любимый праздник это пасха я обожаю просто этот праздник это куличи яйца вот ты представитель такой инициативной молодежи в каких сейчас мероприятиях участвуешь каких ранее часто в городе минске проходит очень много форумов очень много встреч и с руководством и с руководством белорусского республиканского союза молодежи с руководством города даже относительно недавно я принимала участие в диалоговой площадке с главой государства тоже с молодежью поговорили по обсуждали наше будущее и это безусловно важно для нашей страны и все-таки для процветания совсем недавно тоже прошло все белорусское народное собрание в котором 80 человек к молодежи со всей беларуси приняли участие я также стала делегатом все белорусского народного собрания это очень ответственно и почетно и все-таки это так такая должность такое звание которое на пять лет и нужно достойно это нести ну наверняка так и будет безусловно я с молодежи общаюсь достаточно часто но с инициативной наверное не так часто вот что нравится современный инициативный молодежь я знакома с очень многими молодыми людьми которые перспективные и которые очень смотрят так скажем в будущее и для них очень интересно это все-таки организация мероприятий для всех возрастов это опять же диалоговые площадки чтобы поделиться перенять опыт у взрослого поколения все-таки за нами будущее и мы должны чему-то учиться друг у друга ты в минске не так давно пять лет но тем не менее ты знаешь все молодежные места ты знаешь знаковые места для минска вот если сейчас подошел какой-то иностранец и спросил у тебя чтобы вы посоветовали мадам одно из таких мест визитная карточка города минска это ратуши все-таки прогуляться по верхнему городу это тоже безусловно красивое место центр города это улица советская конечно помимо того что еще огромное количество музеев всевозможных по мне это точно и безусловно посоветовала бы съездить на курган славы это такое место где открывается невероятный вид и все-таки это место истории нашей страны великой победы великой победы всех народов советского союза абсолютно верно надика спасибо вам огромное за интересную беседу я желаю вам удачи оставаться такой же инициативной активной молодой красивой спасибо вам огромное но я хочу напомнить дорогие друзья что в нашей импровизированной студии была самая красивая девушка столицы мисс минск 2023 надежда толстякова город герой минск отмечает день пятидесятилетия присвоения почетного звания город герой и мы продолжаем принимать поздравления из других городов героев и вот сейчас с нами на связи легендарный волгоград доброе утро доброе утро приветствую город герой минск на связи город герой волгоград я корреспондент телеканала волгоград один ксения колоскова за моей спиной находится легендарная мельница гергорта вне битвы на волге настоящая цитадель оборонявшая в том числе переправу единственную связь сталинграда с левым берегом звание города героя было присвоено волжской твердыни 1 мая 1945 года мужество защитников сталинграда как и героизм оборонявших минск золотыми буквами вписано в историю великой отечественной войны от всей души поздравляем город герой минск с 50-летием присвоения этого почетного звания коллеги вам слово спасибо славному городу волгограду он же сталинград и кстати в последний день 1943 года новость фронта потрясла буквально весь мир в плен сдался под сталинградом немецкий фельдмаршал паульс это было начало конца конечно же для вермахта и невиданная по масштабам ожесточенности битва под сталинградом и в сталинграде длилась более двухсот дней но город выстоял в памяти о героическом прошлом волгоград становится сталинградом девять раз в году впервые он примерил на себя погоны города героя еще в победном сорок пятом так его назвали в одном из приказов но официально свою золотую звезду он получил лишь 20 лет спустя сталинград получил это почетное звание конечно за вклад в начало коренного перелома который произошел в результате победы под сталинградом город готовился к осадному такому положению население принимало участие в строительстве оборонительных рубежей создавалось народное ополчение и уже в августе 1942 года немецкие войска прежде всего 6 армия немецкая подошла постепенно подходила городу битва за сталинград велась 200 дней ночей враг практически сравнял город землей но выстоял великий наш солдат сорок втором даже учредили медаль за оборону сталинграда то есть еще в те месяцы когда кипела волжская вода ею награждались те кто принимал активное участие в боевых действий непосредственно на территории города в помощи в снабжении войск которые оборонялись на правом берегу волги непосредственно в городе и внесли какой-то вклад в победу на данном участке было всего награждено 700 тысяч 700 тысяч участников обороны обороны сталинграда которая продлилась с фактически с августа по февраль 1943 легендарный дом павлова держал оборону 58 дней а сколько гитлеровцам сопротивлялись европейские страны монако и люксембург нидерланды и бельгия югославия греция польша все сдались врагу за рекордно малые сроки франция капитулировала меньше чем за полтора месяца то есть страна не выстояла против нацистов столько сколько продержался один советский дом в сталинграде дом павлова это известный такой объект узел обороны во время боев за сталинград наравне с такими объектами как завод баррикады завод красный октябрь тракторный завод то есть на территории вот этих вот жилых комплексов и промышленных построек проходили ожесточенные бои в частности вот дом павлова тоже вошел в мировую историю военную как объект который сильно оборонялся небольшим количеством солдат под командованием павлова 31 января 1943 новость советского фронта потрясла весь мир под сталинградом сдался в плен немецкий фельдмаршал паулюс он принял предложение капитулировать а свой личный пистолет и автомобиль приказал передать победителю константину рокоссовскому на волге гитлеровцы потеряли около полутора миллионов человек а в германии впервые за годы войны был объявлен национальный траур после этой победы ни у кого в мире не осталось сомнений советский солдат дойдет до рейхстага совсем недавно фсб сняла гриф секретно с некоторых архивных документов в них говорится об угоне в рабство 15 тысяч жителей сталинграда изначально немцы пытались отправить людей в германию обманом предлагали работу еду но на их агитацию никто не откликнулся и тогда гитлеровцы перешли к принудительным мерам дети старики и больные умирали дорогой когда немцы гнали их пешком замерзали на открытой железнодорожных платформах под снегом дождем леденящим ветром в пересыльном лагере в городе калачи отправляемых держали под открытым небом на снегу под дождем морили голодом пищу давали раз в день состоящую из двух ложек горелой пшеницы и кусочка дохлой сырой конины воды совсем не давали минск и волгоград два города героя но есть еще одна общая нить она протянута вдоль главной артерии белорусской столицы когда после войны страна восстанавливалась из руин фундамент некоторых домов на проспекте независимости заложили кирпичи из того самого дома павлова где выстоял великий наш солдат где выстоял бессмертный сталинград ярослав брагида родион кабанович сергей вяль илья валюк наше утро 26 июня это праздничный день не только для минска 1944 год и операция багратион принесли освобождение целому ряду белорусских городов и сел ровно 80 лет назад долгожданных освободителей встречали со слезами и цветами жлобин горки кировск паричи узда толочин дубровна ну и конечно же витебск а до освобождения минска оставалось буквально недели 26 июня 44 вошел 1101 день войны на территории нашей страны полным ходом шла операция багратион грандиозное наступление советских войск главная полоса вражеской обороны проходила по линии витебск орша могилёв рогачёв жлобин бобруйск наступление по этим направлениям стало полной неожиданностью для германского командования советские войска стремились взять витебск в кольцо так называемый котел поскольку гитлер запретил оставлять витебск который считал городом крепостью три немецких дивизии оказались в окружении красная армия вошла в областной центр в ночь на 26 июня в городе завязались уличные бои саперная группа старшего сержанта федора блохина спасла от подрыва единственный мост через западную двину уже в первой половине дня 26 июня остатки немецкой дивизии сдались и витебск был освобожден в городе осталось всего семь процентов зданий и 118 жителей витебское направление там наиболее укрепленная была часть и там наиболее проводилась жесткая оккупационная политика и с одной стороны они представляли собой как военные пункты с другой стороны там практически уже не было населения или мало было население то есть по многим районам витебской области это дам 3 или даже каждый второй вот был убит освободить жилобин советские войска пытались еще в феврале 44 вторая попытка бобруйская операция ставка сформулировала цель так окружение и разгром бобруйска группировки противника и развитие наступления на минск ключевым препятствием здесь был выступ в немецкой обороне жилобин и паричи чтобы его прорвать понадобилась усиленная воздушная арт подготовка и крупные танковые подразделения 26 июня войска первого белорусского фронта подавив яростные контратаки врага вошли в жилобин в честь освобождения витебска и жилобина взлетели вновь салюты над москвой долгие три года изнывала под фашистским гнетом и узинская земля освобождение пришло благодаря народным мстителям активные боевые действия за партизанской бригадой имени ворошилова именно она овладела северо-западной окраиной райцентра чем сорвала отступление гитлеровцев в направлении негорелого и не позволила немцам поджечь узду город был в руках партизан до прихода войск советской армии самое массовое движение партизанское был на территории беларуси назван 374 тысячи которые были участвовать темпы они не ослабевают темпы такие же но активны они продолжаются и в некоторой части все те пускай это будут не фронтовые на локальные операции которые проводятся партизанами они имеют успех 26 июня от фашистов был освобожден и горецкий район мощное наступление советских войск началось утром 23 июня оборона противника была прорвана к вечеру 26 июня в горке вступил 329 стрелковый полк в ходе боев погибло более 4000 воинов жестокие бои разгорелись из-за толочин 26 июня в 4 часа утра передовые отряды танковой армии сломили вражеское сопротивление и вышли к деревне обольцы уже в полдень танкисты достигли населенного пункта озерцы до толочина оставалось не больше четырех километров весь день 26 июня продолжались упорные бои и к шести часам вечера толочин был освобожден когда мы говорим про толочин когда мы говорим вообще об этой зоне да то за счет на котлов освобождались попадали в них вот населенные пункты ряд населенных пунктов районного значения и это облегчало уже участь их освобождения паричи освобождали войска 1 белорусского фронта и днепровской военной флотилии с падением поселка ломалась вся оборона противника и открывался путь на бобруск весь день 26 июня воины корпуса моряки и летчики вели ожесточенные бои кольцо вокруг парич сжималось в 6 часов вечера поселок был освобожден в кировск освобождение пришло 26 июня 1944 года благодаря бойцам 95 танковой бригады под командованием андрея кузнеца правда тогда это была деревня статус города кировск получил лишь в 2001 году следует добавить что могилевское партизанское соединение витебское партизанское соединение они были настолько мощными подготовленными и наверное в их составе было больше всего представителей из красной армии которые имели вот такой боевой опыт освобождение дубровна случилось в короткую июньскую ночь с 25 на 26 июня стрелковые полки танки и самоходная артиллерия нанесли концентрированный удар по правому берегу дубровна сломали сопротивление врага и начали очищать левый берег днепра к утру совместными усилиями красноармейцы уничтожили немецкий гарнизон и овладели дубровна теперь освобождение ждала орша это наше утро на унт 26 июня сегодняшний эфир прошел на одном дыхание которая кстати тут часто перехватывал от красоты видов за нашей спиной и от праздничного настроения и гордости за нашу белорусскую столицу который в этот день отмечает 50-летие в статусе город-герой это наш минск древний но такой молодой просторный но уютные современные но с узнаваемым колоритом город который прошел ужасы оккупации навсегда открытым для всех кто приходит с миром и это конечно место где хочется жить и просто строить будущее но это действительно сердце страны ее мозг и душа и мы видим как город за годы мирной жизни превратился из руин в цветущий современный мегаполис поэтому пожелание всего одно мира всем нам и жизнь под мирным небом строить всегда легко и прекрасно действительно и вот на этом мы завершаем нашу спецпрограмму мы и готовили совместно с мингур и с полкомом но продолжаем подготовку к следующей важной дате ровно через неделю вся страна отметит 80-летие освобождения а на сегодня все катерина алисеевич александр серебреников были с вами этим утром и еще раз наше поздравление нашему любимому городу минску его жителям и всем кто его делает краше гостеприимнее и чище всем удачи и праздник амин пока